короче какая-то сегодня проблема с каналами судя по всему на магистралях что одного провайдера что второго ну орт сейчас получше вроде с качеством а по первый пак два сектоида а да для тех кто в записи смотрит это вторая часть 4 части xcom они вывы неплохо попадает кстати лемминг на единичку но главное попадает это важно full cover 1 полу укрытие 2 надо искать местечком хорошим и скорее всего так вот подойду хэвиком чтобы было больше овервочи снайпера первую очередь качаем этим надо отступать а он стоп а как так то реально не может я не хочу ближе подходить забраться просто не может тогда предлагаю отступить просто далеко от реновера watch все равно подставится главным образом лемминг слева не вообще кстати на байонет действительно по качеству и насколько я помню он реально тащит и надо узнать а вот пошел обходить товарищ видите куда пошел ну я на увере наверно буду ждать или попробовать двумя проскочить и флангануть его на следующий ход например сюда проскочить здесь только не снайпером а хэвиком по-хорошему бы но не успеваю она 4 овервочи посмотрим чулень мы за полное укрытие не поставил смысле ближе не подвел потому что боялся следующий пак с полить я пока 2 и хватит ах ты смотрите какой они поменялись ролями сейчас теперь можно и пострелять кстати по ним подходит хэвик здесь тоже сна и подойдет я думаю надо гранату плюс снайпером добить чтобы снайперы kills и засчитались да думаешь ты конечно хорошо но на деле получается другое гренку я не докидываю а если отсюда отсюда можно кинуть рискуешь рискуем а сколько не хватает хэвиком не хватает ему одной клетки насколько ты будешь ближе к нему если окажешься здесь треугольник на строить он вроде прямоугольный есть вроде на одной линии на две клетки минус то есть явно будет ближе короче рискуем он бы доставал если б не этот склеп то есть он может мог дальше кинуть но но не кинет в результате что хочется пострелять стрелять неким я ханс он может попробовать еще но она без укрытия надо давай тогда хэвиком начнем вся два плохо я подставился снайпер 61 это без толку она не убьет если попадет и этого прячем за фулл чтобы на следующий можно было кинуть а здесь наверное просто подходим тоже под следующий ход и лучше подставить лучше подставить даже вот так вот его чтобы стреляли по леммингу они по хэвиком что если его ранят или убьют то это одно опять они ролями меняются это стреляет 50 процентов попаданием по кому леммин попадают я фактически сейчас хэвика спас так далее да давай сначала хреновая снайпера будем качать здесь гранка пошла снайп сейчас должен делать минус 2 просто видит второго вероятность 81 пытается снять у меня медкомплекта нет поэтому йоханссон у нас сможет только кидать гранату вообще если она станет штурмовиком тем самым автор лемминг станет снайпером то как бы все отлично она еще будет на развитку ходить постоянно так хэвик давай-ка ты подойдешь тоже под фулл укрытием снайпера тоже поближе под фулл от тобой просто поближе звук было вот отсюда прошлый раз сейчас ничего не слышу никого не спалили да они прямо по курсу что там не очень удобно ракеты стрелять потому что перегородки там всякие шкафы и прочим снайперы есть еще гренка на случай если надо будет еще кился сделать нужно будет гранатой перешить что за чертовщина так подходим раз не спали лет очень хорошо что я тогда в следующий раз уже буду хэвиком на углу и готовым там уроки куда-нибудь пытаться пускать давай так блин ой ошибка ошибка грубая спорил сразу два пока шесть человек эти-то под рокет но здесь-то у нас с фланга оббегать буду тоже можно конечно забить и ворваться не линии от рокета нужно танцевать более на как ты будешь танцевать но вот за область он будет бежать на какой загул там все флангуют сразу же и печаль беда еще гренка не залетает нифига так ну допустим я захожу сейчас к этим одного например флангуем эти как к увидим 64 неплохо снайпер никого не видит он гренка может кинуть зайти например сюда да здесь смотрите дело в том что справа товарищи они меня пока видеть не будут пока сюда не подойдут поближе ну потому что здесь такое full укрытие здесь еще углы разного рода а вот риск что двое которых я не вижу справа меня обойдут и у входа будет принимать он достаточно велик то есть я должен я должен зайти и разобраться в один ход с этими сделать в принципе можно учитывая то что есть две гранаты в наличии единственное что хэвик не действует то есть он может конечно пострелять рискнув так сказать здоровьем и подождать здесь один ход сюда и тем наверное нужно надо заходить наверное снайпом все таки первым что не у граната должен реализовывать короче аркада пошла пацаны да он где второй хотел убедиться в том где он находится так либо так либо так выбор у нас такой опаснее конечно вот эти вот звуков угол острее его фланг выйти могут а вы можем извините по центральным тогда попасть только по укрытиям мы в принципе три укрыть а вот так вот можем сделать снять все три укрытия по дэмиджи двоих пожалуй это лучший вариант кто критичнее левый верхний или правый нижний пока мы мы можем стрелять пока мы не можем ты можешь по всем ты можешь по правому критичный получается левой до правого мы и так снимем с текущих позиций то есть критичнее левый значит я снимаю укрытие у всех и наношу урон левому и дальнему да это раз помним что еще есть четвертый пак укрытие минус 6 хитов минус снайпер к сожалению kills и не получит но сейчас уже не о них речь так раз два три плюс есть грин когда заходить ли внутрь всеми или не заходить можно зайти ну тогда потрачу ход хэвиком в принципе если я скажем а почему не вижу никого здесь я могу вот так вот подойти просто если мне удастся убить и мне в любом случае гранат накидать поэтому стреляем и факт потому что скинуть гранату таким образом чтобы убить одного покосить другого и тогда гарантированно добьешь этого и тогда и тогда ты хэвиком хэвиком ты не можешь ты лучше хэвиком этого убиваешь да я понял тебя хэвиком его хэвика могут обойти но это уже значит хэвиком его этим либо гранату либо с руки такие поехали а вот это не по плану 81 промах это значит что гринка нужно просто как как воздух это риск но я подставлю она раненая йоханссон это дурочкам она кидает гринку убивает двоих и последний пробует убить этого это все равно конечно риск я только с одним паком по факту справляюсь это не факт что справляюсь меткость 91 крит сто процентов хорош ну с богом главное чтоб хэвика сейчас не обошли эти не обойдут а и тот который мог обойти он сейчас баф кидает full cover понятно леминга убили full cover нет хэвик паникует сейчас бы второй выстрел а это будет фаталити он скорее всего попадет угол очень хоро ну то есть там процентов 90 попадания и крит запоротый трай хотя ранее лита леминга но все равно это запоротый трай скорее всего мы сейчас оббежать у хэвика не видели поэтому я его ну я не могу ничего сделать оббежал но выстрелить не смог снайпер есть ашок да и я думаю что еще поиграем если не спалил да сейчас будет еще стрелять но я все равно обойти могу а он хэвика не не хэвика хорошо леминга ок 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 этот не успеет дайте никак хотя нет он стреляет он видит оттуда так значит хэвик этого мочит здесь мы обходим пацана с фланга попасть этим будет сложновато конечно же потому что ранение серьезные и и попадание нет снайпер по нему работать не может подходит по ближем и на овервотч хэвик имеет ли смысл подходить просто и мочить имеет сто процентов метка 100 процентов крит минусуем и сам под фулл кавером оказываемся ну сейчас видят меня только леминга этого бафует его обошли он сейчас будет точно переходить куда-то мне кажется что он налево вообще до налево хороший угол сейчас леминга может убить крит ну в смысле критическое состояние снайпер паникует хэвик должен сейчас ракетой скорее всего вырубать бафающего если конечно там да только ракетой ехали если мы хотим хотя бы одного леминга сохранить но надо сейчас этот пак убивать и в два хода следующий что конечно маловероятно очень хреновый трой очень-очень хреновый трой 2 ходом ты зачем мне этот ну для звания мне нужен есть гренка если да и они прямо по курсу я не успею скорее всего один ход уже все так что торопиться уже не надо все еще после смерти может быть паника так что лучше вообще сидеть и остались только самые ценные бойцы работаем да где же вы гады полукрытия оказывается вот так так во первых снайперы сюда хэвиком будем поближе через а вот они двое давай снайп 2 врачим гренка и выстрел снайпом это будет идеальная тема если получится как-то не разбежались по хитрому я полагаю надо просто подождать посмотреть что они вообще творить будут кто из них возьмет на себя какую роль и все то есть ханкер и нужно конечно потому пострелять но это риск а стоп подожди он же меня справа обходит давайте когда право пробуем скритом убить хорошо ну 61 процент был просто я не очень хотел такими вещами заниматься есть мест особо хороших нет чтобы укрываться я пожалуй пробегу хэвиком скорее на будущем и скорее всего сюда вот нет здесь полу укрытие будет лучше чтобы он по хэвику стрелял поэтому я лучше хэвику подставлю работаем давай чтобы сделать хэвику и стреляет по хэвику полукрытие все дела я понял тебя дальше гренка и снайпер тут синг то есть есть шла гренка может уберется эта штука не убралась но хит у него только остался хит улечка будем испытывать судьбу 41 процент хорош ну хоть снайпер по прокачали да сейчас будет более простая миссия надо взять выбрать нормальных леммингов там нет нормальных леммингов я помню я просто не понимаю где мы ошиблись что непонятно все же все же понятно командир на штурмовик самое время штурмовика взять вручение медалей за особые заслуги получите раздать ну вот 40 70 40 70 они понимают нему ошиблись как же так я читаю что ошибка так давай-ка наградим медалями планировать покрытие дело сложное это первое и медаль защитниками для саппорта лучше или для человека с с хреновой моралью но отличной точностью например для тяжа который паниковал у нас давайте тяжа дадим ультимативная такая вещь компенсирует его недостатки две медали ни за что исследование идет это нет это нет поехали полетели в тарелку маленькую то есть сбиваем и полетели тарелка там мы выкачиваем снайпера даем по киллсу отдаем килл слеммингу и все остальное в идеале забирает снайп ну или тяж там страхующий штурмовик ни черта не получает вижу противника сбиваем попадание попаданием аплодисменты сбитый корабль выслать рейнджер хамильтона убираем и берем лоурена да снайпер тя штурмовик все верно вроде верно аптечку может хорошо бы уже пора тем более аптечка не 50 стоит а 38 что конечно приятно гренку я ставлю снайпером потому что ей как раз киллсы нужны и гренка может помочь штурмовику блин она не очень точный 72 этот штурмовик оставлю в общем ей все как есть и как раз возьму медкомплект ну кроме гранату меня на медкомплект то есть нам нужно леммингу гранатку для гарантированных киллса снайперу гранатку для киллсов в общем-то дальше всем полетели следующая операция пройдет в японии как скажите отлично у нас угол во первых вас понял рейнджер мы присмотрим за вами что это можете начинать очень хорошо так первыми первым пойдет лемминг штурмовику сразу дробовичок снайпер пока новоротч прислушиваемся присматриваемся об два сектоида отлично повер вот сейчас будет сразу у шмидта и лорана а кто убил там кажется этот кажется хэвик еще один овервотч это снайпер почему пистолет а этот штурмаж какой снайпер как мы его видим стоять боятся снайпер не видит к сожалению гренку так давай-ка сделаем сначала первый киллс леммингом full cover и гренка зачем тянуть правильным так но теперь все снайперу надо давать прям все с ней продавать хватит слушай ракета на страховку есть все равно так что просто держимся рядышком лемминг делать разведку конечно же и уже уже тарелка перед нами да да вот узнаются контуром я не услышал к сожалению откуда был прошлый звук на мелк я уже не агрыз как в первых троях уже смирился с тем что стратегии будет другая мед прямо по курсу 1 2 там же сектоиды где непонятным мне здесь укрытие не нравится очень понятно сплошь и рядом полу укрытия это не может нравиться никому кроме человека с полным силуэтом оба ли дробь 150 а вот и пока она это может быть аутсайдер хотя мы проверяли что паки внутри тарелок тоже гуляли как бы мне добраться до туда и не спулить на вся дырявая разведку леммингом дверь то здесь эта хрень просвечивается то есть надо идти страны двери это делать очень аккуратно потому что помните прошлый раз и каким-то образом умудрился спулить этого охранника идя просто в сторону закрытой двери а видимо где-то покоцанная была обшивка или еще что-то а вот сектоиды кстати все значит будем обходить а вот сектоиды overwatch один штурмовик попадает лемминг мажет слава богу еще стреляет сейчас снайпер до хит снимает дай бог сейчас хэвик еще постреляют убьет достал у один хит все по хиту русская рулетка так этот под full cover тут в общем то тоже что будем делать со фланга с фланга обходят причем что обидно обошлить снайпера с фланга так давай-ка full cover раз снайпера есть гренка если я дождусь коннекта ну то есть скорее всего дальний правда будет я не смогу подходить ближе чтобы чтобы с ними что-то сделать потому что я с пули аутсайдера надо отступать проблемными и в ханкер сразу же правда вот этот уже нормально не отступит ханкер тут over тут over тут ханкер сейчас побежит 1 хитпоинтовый его штурм а нет хэвик хэвик себе набивает келсы патрон закончились справа штурм стреляет на чистом русском сказала японка ходов него нет есть ходы но я за полным укрытием был так чтобы сделать то как бы тебя мочкануть наверно до хэвика отводить перезаряжаться им снайпер вместо него подводить ну чтобы он настреливал все таки но он пока в ханкере это тоже в ханкере типа можно раным ган бла-бла-бла но это все чушь потому что с ранганом я с пулю аутсайдера ой там как раз пишет в чате рангана мочить красавчик все ходы потратил что у нас есть участвовал кстати можно с ранг даже без ранганом потому что риска нет как таково но я бы то я его гренки просто замочу то есть подойду с ранганом стреляясь пистолетом и у все вы кским ранганом что ты несешь просто с пистолетом постреляю его на там да на два хита а снайпером с горянкой добью ракета то все равно есть на аутсайдера правильным правильным потом добиваем но аутсайдера можно убить и попытаться снайпер можно штурмовиком с дробаша можно ракетой то есть вариантов достаточно много подходим здесь уже все простреленным открытая местность я думаю что надо подходить короткими перебежками леммингом и при этом еще куда-то вот отсюда наверное да при этом всегда держаться на шаг за ним хэвиком чтобы была возможность ракету пустить практически сразу после того как противник проявится выполняю да да хорошо продвигаемся по такой вот мертвый зоним потом не видит не видит попробуем дойти еще поближе блин это это рискованно ладно ладно хэвик у нас с рокет все равно сможет о что-то за када ты чё ладно есть ранен ган мы можем его использовать есть снайперс который тоже стрелять умеет гренка есть у хэвика кстати давай лучше гренку и попробуем пробить если не пробьем таранан ганом добьем хэвик кидает гранатурас сейчас слово снайперу хотя если обойду обойду с пистолет и я могу каретануть и тогда это будет фланг и два хитам не может хватить 84 процента ну и была соответственно ранен ган страховка еще то есть он подбегает и из дробаша добивает а саппорт получили дымовая шашка 76 меткость хорошо награды есть лириум дали не так много как хотелось но тем не менее сплавляем его сразу же потому что он теряется со временем и сейчас он пока мне не нужен возьмем пожалуй сейчас еще один медкомплект планы исследовательской лаборатории будут сорваны как надо это как она давит есть там еще лемминг но только псих 2770 бойцов нет ну можно конечно парочку закупить в надежде на пилим лифт готов итак следующей миссии у нас будет как раз много сектоидов много сектоидов снайпер наубивалась 7 штук но не получил звание следующего это такая печаль кажется 8 киллсов как раз нужно чтобы получить уровень с постройками более-менее разобрались выемка грунта стоит конечно ее сделать что времени терять подаем несколько трупов сектоидов постройки копаем назад скоб будет через 12 дней остальное все неважно только вот новобранцы через средние но не успели 4 нжа 300 голды или саппорт сержант мне кажется 300 голды это вообще вне конкуренции потому что саппорт будет с меткостью 60 таких товарищей лучше брать только хэйвиков потому что они как раз с рокетов у них стабильно 90 процентов по панике смотрели сейчас разберемся сша все плохо сша юар и австралия сша юар и австралия сша канада мексика так окей кстати если я выбираю сша то канада не выходит если я выбираю это если я не выбираю сша то канада не выходит если я не выбираю юар выходит три страны если я выбираю поэтому австралия до австралия только с индией а нет мексика южная америка до сша и канада только северная но сша вообще самое правильное получается по геополитике выйдет только одна страна если я на нее забью то есть наоборот в сша не надо лететь разница между юар и австралии получается нет то есть юар австралия не помню правда где бабло в юаре бабло давайте на бабло мексика говорят северная америка ешки-матрешки все с географии не дружу да тогда да тогда одинаково абсолютно получается что то что это пофиг то есть если забиваю на сша выходит сша и и мексика канада не выходит на четверочки будет болин что у нас почему-то гуф был окей короче едем за баблом предлагаю за баблом никто же не против мы там и там и там теряем одинаковое количество и так вопрос в следующем стоит ли мне брать на эту миссию лемминга там нет достойных леммингов не надо никого убрать то есть реально думаю штурмаша качать не хочу да никого там качать это штурмовикам но не с дробовиком не с дробовиком 72 меткость неплохая меткость давай оставим учитываем мою мою страту сохранение дистанции штурмовик с медкомплектом это конечно классно тоже поехали приоритет на снайпер естественно снайпер второй по приоритету хэрик третий саппорт четвертый штурм 1 ой какая карта вы помните и эта карта называется автобус столько на этой карте эмоций у нас было вообще ну хотя бы я уже третий раз на этой карте играю это автобус обходим не подходим к укрытиям чтобы не дай бог там никого не спулить до прошлый раз на этой карте был губ же красивый такой губ заводной задача добраться до этого зеленого автобуса автобус тащит фуловые укрытия которые не разрушаются не давай лучше вот так вот рискую пронесло так не торопись только не торопись миши карта маленькая открытая там сразу агреж 23 пока в общем карта клевая трапиться не надо вообще снайпера вот сюда хорошо было поставить а хэрик подводить к автобусу непосредственно потому что он единственный кто может нормально с угла держаться или одного оставить здесь снайпер я лучше сюда поставлю но не тут вижу хороший и достаточно далеко она находится при всем при этом еще непосредственно к автобусу подходим пак 1 будет за автобусом вот здесь вот видите подсвечено даже скорее всего это он и есть пулить мы его будем на следующий ход по плану блин не переключил пистолет снайперу не забыть автобус зеленый цвет прямо все будет хорошо опа а вот это уже фланг флэнк флэнк ну и ладно сюда лучше саппортом пулем кого видим а имени увидели хороший знак стоит ли спугать этих парей я думаю с вероятностью 70 и критом я думаю стоит твою налево ну попал бы а бежать они не смогут но вот один достаточно близко в сторону ушел здесь овервотч тут скорее всего даже дым нет для дыма еще рано еще не настолько я напуган чтобы дымить туда не имеет смысла проходить там новый пак сюда тоже наверно хотя нет сюда можно снайпера прикрыть это просто стрелять особо не будет я пожалуй вот так попробуем подходит кто-нибудь на овервотчу нет никто не могу ручь овервотч он сам стоят 2 под бафом подходит стрелять может стреляет по кому по хэйвиком окей но это провокация на ракету конечно же двое у меня не работают болин заработал это капец это точно ракета короче если достану до туда туда ракет лепить уже прямо инфа со . не достаем из-за фонтана что я натворил думаю надо кидать греночком или ракет на верхних где стоит последний здесь стоит до стрелишь по двум тогда по дальнему нет может тогда лучше так и так если ты только уверен что он там они дальше не факт не факт там вижу на нет вроде как он здесь стоит но скорее всего он стоит вот вообще здесь тогда его не достану скорее всего ниже я не достану но есть дым есть бесхозный абсолютно у нас тут товарищ штурмовик вот так вот можно попробовать увидеть есть видит 58 принципе пострелять то могу 65 58 плюс еще снайпер не хочется тратить а если гренку просто не ракету а гренку сейчас а сам сколько 58 давайте тогда сделаем дым и три выстрела ты первым стреляешь потому что от тебя толку нет ты второе стреляешь 58 хорош качаем снайпер называется но снайпером я должен был типа добивать а тут оказывается вот оно что и дым а у меня не обойдется фланга обойдет вася отходим и дымим дымим снайперой и хэвиком я снайпером сначала постреляем а ты на овервоча будешь поехали мы убили одного из шестерых одного из шестерых понимаете это очень мало но зато рокет не потратили опять накачивают этого гада здоровьем слева идет баф и двое сейчас будет выбегать слева да ладно фланг и попал он подыму еще да нереально ну вот у нас хэвик как бы и заканчивается немножко здесь можем двоих ракеты забрать слушать даже троих наверное ракеты забрать да если бы тебя нормальный был этот снайпер видит двоих ты видишь 1 все очень не очень этим надо по-хорошему уходить слушать на всю дороге кидать как я от фланкера избавлюсь вдруг снайпер попадет скритом если попадет если попадет уже тогда туда ракету пускаешь сможешь ракеты пустите на сможешь двоих двоих ну скорее всего двоих там окей то есть снайпер пытается при поддержке убить этого чтобы не фланга 0 и хэвик стреляет поэтому плюс сплэшем задевает этого соответственно и этого это весь ход у 2 выстрела можно весь ход сделать осталось тут попасть стой подожди может гренка все-таки у лемминга гренка же есть ну штурмовика имеется ввиду он отсюда и не докинет ну значит 61 процент михаил давай туда уже смысла нет стрелять только ракету пускать главное 2 задеть но он вроде здесь кажется надеюсь да минус 2 тут full cover продержимся здесь обход потенциально с фланга здесь непонятно что вообще саппорт может конечно метнуться хэвик подлечить это будет все равно следующий ход может с ранен ган да 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 там еще два пока с ранен ган ну на овере можно пытаться ловить дальними наверно так и нужно сделать ну хэвик ранен и это уже трагедия в семье чем тяжело ранен не абы что это отступает о не будет снять и будет стрелять по хэвиком 35 процентов опять же окей так я наверное попробую сейчас хэвиком hunter в ханкер к нему подвести саппорта чтобы все-таки вылечить снайпер с этим на овервотч пусть они реально могут пострелять ты в ханкер watch watch не торопимся чего три человека гранаты есть но раньше не позволяет то есть тут только перестреливаться пытаться их поймать нам на подходе подходят подходят и стоят на овервотча причем вылечили хэвиком снайпер не видит врага этот видит двоих опять же не подойти только овер здесь овервотч здесь овервотч и саппорт скоро присоединится вопрос только как куда он пойдет а медальку за оборону автобуса доводит после миссии опять стрельба опять мимо опять видим двоих опять один сидит блин на овервотчем а я ничего сделать не могу тут могу спулить тут full укрытия нет можно клетку отойти нам на самом деле а а ой как же что-то подумал что не будет он стрелять что там вижу на у него нет между отсюда вот сюда вот набежать а вижен то был все ли саппортом у нас раненый тяж потерянный сап ой снайперы уже добрались до него но не подтягиваются 15 меткости тазобей а как тебя то видят как по нему стреляли в общем в этом момент я не понял отойду перезаряжусь волгер очень только нет подходит и видит с лиминга только не говоришь что не видишь никого видишь данный трасс а не убьешь уже говоря пацаны тяжело я ошибаюсь я торопился в этой миссии но жестко меня наказывает жестко жестко сейчас соберусь сейчас дадут мне хорошую команду новая страница не унывать не переживайте пацаны все будет хорошо отталкиваемся от от офицерского блин состава отправляемся в индию нормальные пацаны 65 70 80 80 о 2 80 все ребята это последний трай мой мартин запоминаете эти имена мартин дальше окада и самое главное диало диало 33 паникер 33 паникер 80 меткость диало и конечно же морель 31 поле господи что это такое морель по морали вообще не выстоит так что у нас за ага понятно поехали первая миссия очень простая и язычная просто просто и самая легкая заходим два пробегай дальше пробегай за ним пробегай к ним этот будет пулить на себя магазин трое обходит один заходит с этой стороны классика 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 почти к углу так ты сюда здесь очень хорошее место два входа можно по обходить классно ага и они слышат так сначала вот так смотрим никого вот это хуже ужин оп никого они внутри как подсказывает к а давай так немножко парк дел но зато время выиграл привет рейтинг привет всем я что-то погрузился в игру сори значат я что-то вообще не очень мы здесь не одни внимательно я слежу не слежу в общем кстати можно сделать чат отображать на этом же мониторе в бейсе послушайте хорошая идея я же могу попробовать настройки вот так вот проектор и монитор один да а да только мне нужно как-то игру еще при этом вальтапнуться в нее да не получится ясно отходим так мед закончился вот они ну я надеюсь что кто-то на улицу выскочит да ездишь вот мой клиент первый давайте я гренку кину тогда я двоих убью за ход и нужно просто закинуть гренку здесь может этим докинем нет угол не будет хотя опасным а кто еще может да кто угодно ты можешь зайти вот сюда вот например и закинуть гренку точно но ты спулить можешь вы так и так спулить если стенку уберете ну вот так вот понимаете да 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 так это мартин у нас ну мартин никого не убьет второй гранаты я тратить не буду буду пытаться убить а-й-й-й-й все не так то просто ну этого то понятно убьем а у того фул укрытие емое может не выпендриваться ну два на двоих две гранаты это какая чушь ну попробуй сначала без а потом посмотрим с Ты вот, например, по кому можешь стрелять? Только по этому. Гранат в кого можешь кинуть? Мы не можем, можешь кинуть. Хорошо, тебя оставляем напоследок. Значит, ты убиваешь этого. Нет, ты убиваешь этого. Это раз, морель. А ты пробуешь как-то к этому подойти, блин. Вот так можно спулить. И так ты вообще гранатой не убьешь того. Ты своего заденешь. Заденешь, заденешь. А направо можно будет увезти? Можно будет. То есть ты можешь к стоечке вот сюда подойти. 67 меткость. Окей, давай. Ну, я старался. Но от двух гранат, увы, никак не уйти. Акада получает плюс. Едем дальше. Оп, спулин пак. Очень кучно ребята стоят. Очень кучно. Правда, я до третьего не достаю. Но даже снять стеночку и убить двоих, это будет круто. Так, один без укрытия уже, у другого фул, ковер. К сожалению, эта штука может догореть. 65, 25, 53. Ну, конечно, 65. Это Мартин, который кидал гранату, но кулса у нее нет. Мартин получает киллз. Минус 3. Этот, скорее всего, будет пытаться во фланг выйти. Правда, он может на стоянке кого-то спулить. Но риск, дело благородное. Здесь тоже вроде хотелось бы... О, можно подойти, обойти и кинуть гранату. Попробуем отсюда это сделать. Да, одного минус с нем. Будем это делать. Там еще один пак. У Морель есть уже один плюсик. А если стрелять? 50 на 50. Да неплохо, в общем-то. Да, давай. А я уж тебе кинулся плюс записывать. Подвел ты меня. Ох, там, кажется, стенку сгорело. Это фейл. Сейчас у меня минус один будет. Я не увидел горящую стенку. Ребята, я не увидел горящую стенку. Это ггшечка. Хотя он стреляет по этому. Да как? Уже иду. Смотрю внимательно. По-хорошему, конечно, не надо было сразу гранату кидать. Тем более, это был первый ход. Мы не знаем там, чего. Кто там, кого, как, почему. Надо было обходить потом бафера. Леммингом слева. Ну, это тем, слабеньким. Не, фуфа сегодня не будет. Фуфа, в принципе, не будет в ближайшее время. Поэтому зря предлагаете. Все бестолком. Все бестолком. Все бестолком. Штурм-1, ответьте центру. В зоне высадки огонь по готовности. Будьте осторожны. Пробегаю быстрым. Учитывая то, что мне игра позволяет. Пока что. Да и уже сколько раз на этой карте играл, все никак не попадались мне вот в первом же, ну, в первой же комнате враги. Они всегда в середине этого строения где-то. Либо за домом. Такое тоже часто бывает. Или на крыше. Тоже вариант неплохой. Но схема будет та же самая. Один агрет. Она, кстати, в прошлый раз сработала. То есть первый пак у нас выбежал один. Сразу. Из-за угла его приняли. Смотрим, есть ли кто. О, мед. Это будет первый раз, когда я мед соберу вообще. За столько-то трав. Паев. Потом к двери, к двери. Скорее всего, даже ко второй двери пойду. Кем-то. Жалко, мелк нельзя за этот. За деньги менять на базе. Я бы не отказался. Не агрим пока. Ты слишком агрессивно играет на начальных уровнях. Боеготовность вообще старайся не вставать лучше и тягу в оборону. Окей. Хорошо. Ну, заходим понемножку. С ноги. Добычу-то видишь. А где враги? Один ход. Нормально так. С метком проперло. Может их вообще с правой стороны агрить? Главное, чтобы стоянку я сейчас не сагрил. Ёшки-матрёшки, что же вы делаете со мной? Я не хочу дверь открывать. У меня план был другой. Да где же вы? Сектоиды. Тут-то-то-то-то. Да, они там. Мне кажется, их надо уже ко второй двери подвалить. Потому что они отсюда уже мало что смогут сделать. Можно спулить, кстати, здесь пак. Отлично. Не спулил. Ну что, так я смогу хотя бы обойти с фланга. Ага. Ну, значит, этим мы пулим. Тут подходим почти к краю здания. Ну, это следующий ход. Кто-то из них за окно, за стеночку. Мы простреливаем с фланга этого умника, который заходит. Пулим, пак, короче. Ё-моё, ну и только не эти. Капец. Сюда нельзя подходить. Спасать надо пацана. Да ладно, забей. Он справится. Мне кажется, как только я здесь выйду, еще будет как минимум один пак. Так, этот побег. Отбегает слева. Стреляет. Неудачно получилось. Весьма... Ну, я сваливаю. Не надо мне такого счастья. Так, этот стоит на овере здесь. Тот не идет. Учитывая то, что их там двое, а не трое, я буду продолжать на этого товарища пулить. До тех пор, пока не подойдет. Опа. На втором этаже, кажется. Там еще шесть человек где-то. Тот стоит на месте. А тот тоже. Как неудачно-то, а я начал. Не, он стоит на месте, он вообще никуда не идет. Ладно, открываем дверь. Пока нет. Ок. Ну, а что дальше-то? На правую уходить рискованно. Крыша? Нет. Полуукрытие того пытаться увидеть. Давай попробуем. А, ну вот, пожалуйста. Черт, блин. Класс. Просто класс. Класс. И тут овервотч. Те сверху падать будут. Этому уже опасно здесь оставаться. Эти не поддержат его никак. В общем, надо бежать. Брать овервотч на нарывке. Овервотча нет. Ну, не сработал он, по крайней мере. Убегать нафиг. Этим убегать вот так вот нафиг. Выполняю. И пытаться либо на крыше сейчас, потому что близко, и можно как-то... Ну, на правой я не могу идти. Там и один пак, и еще три человека, которые только что спулины. Сейчас посмотрим, кто где. Как же неудачно. Ну, я рассчитывал, что сектоиды будут внутри помещения. А тут получилось, что... И он стоит на месте. За машиной стрельба. Короче, я полез на крышу. Уже сто раз говорил, что на крышу я лезть не буду. Но в результате... Лезу. Этого с фланга могут обойти. Так, тогда мы этого оставим, этим бежим. Задача резко выйти. И пострелять по тому, кто вот... Вот из-за фулл укрытия отсюда пищ-пыщ-пыщ. На следующий ход так и сделаем. Этот где-нибудь с угла будет стоять. Следить, чтобы справа не обошли. А не обходят. Ох, тяжело-то как. Тяжело. Ну, ничего, нормально. Команды хорошие. Два раза по 80 это... Внушает. Еще, кстати, ни одного киллса в этом трое нет. Это же первые два пака спулиные. Сейчас выглядываем из-за угла. Оп. Видим сразу с фланга пацана. И, конечно же, по нему стреляем. Моррел стреляет. Шесть. Моррел делает киллс. Здесь я не уверен, что надо делать... Подводить остальных. Потому что тут полуукрытие, в конце концов. И... Вот. С другой стороны, а смысл тогда выходить-то? По крайней мере, можно пострелять будет с вероятностью 65. А то и два раза по 65. Не, не получится. Тогда, Ханкер. Ты... Ты... Ты хрен его знает. За угол. Ханкер. Ты овервоч. Да, его накачивает теперь ХП. Тот отходит. Ой. Заходит в дом, выбивая стекло. Стреляет по мне. Так, видим. Этого гада. Слушайте, может героям... Все-таки обходить здесь? Риск дел благородный, да? А тут только она видит. Этого товарища. И не думаю, что правильно здесь... А, слушайте, меня же здесь фланга будет вообще мочить. Правильно ведь? То есть, вот этот товарищ лишний, в принципе, здесь. Поэтому я пойду помогать. Стрелять или не стрелять? Я думаю, не надо пока... Раз. А, ты тоже мог. Ё-моё, я не проверил этот момент. Попал. Если б я знал, я бы, конечно, пострелял. Лечит стеклоида. Еще один. Подходит этот. Стреляет по фулл укрытию, минус еще десяточка. Ну, хорошо. Ты видишь двоих. Гранату, конечно же, туда никак не кинуть. Это понятно. Здесь обойти можно только на следующий ход. Рискуем. Ну, вроде эти внимания-то привлекли. 60 и 80. Лучше по 80. И лучше было здесь вообще в ханкере сидеть. Это ошибка. Хоть и попал, но это... Лучше поставить эту дурочку и в ханкер сесть. Я себе рочь. Потом мы на следующий ход можем двух обойти. А что у нас с пакелсом? Один. А спулено было пять. То есть четыре человека у нас. Четыре человека. Мы видим только двух. Но знаем, что бафает один. Вот бафает сейчас еще второй. Этот подходит. Я его с фланга, кстати, от... А, нет. Да как? Плес! Ну, тоже это такая маловероятная вероятность. Ну, слабо положительная. То есть я сижу за полуукрытием в ханкере. И еще минус 10% к точности у него. Ну, в смысле, пунктов. То есть это где-то... Что получается-то? 75, 35 и 25. 25%. 25%. Я в порядке. Была уже ситуация такая, да. Но там я не обратил в прошлый раз на то, что у меня укрытие сняли. На этот раз укрытие стояло. Ситуация не повторилась. Стаурус, ты не помнишь, в прошлый раз я оставил человека в этом месте. Тогда, когда стенки уже не было. И меня фланговали. И убивали. То есть они сначала сняли стенку, а потом попали по мне. Причем дважды. Двух я там похоронил. Сейчас ситуация была другая. Она не повторилась. Я сидел за укрытием. Причем сидел в ханкере. То есть тут вероятность была слабо положительной. В следующий ход там было бы минус 2. Но... Но нет. То же самое, блин. Лично бежал машину, горящую. Вокруг взорвал себя и машину. Гранатой отбежал машину, горящую и присел. Ой, хорошо. Да, чаёк, кстати, хорошая идея. Я уже попил. О, и пак сверху. Упал. Ответьте, центр, ответьте. Ой, XCOM даже вылетел. Зависла мне игра. Не вынес. А если у меня эти товарищи... Короче, если новых пересоздавать надо будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Серверы Steam слишком заняты, чтобы обработать ваш запрос. А ну-ка, я не понял. Попробуем перезапустить. Давайте Steam перезапустим. Слишком заняты. Ничего себе. Я что, за это... За это я тысячу рублей платил за игру, чтобы они заняты были. Так не пойдёт. Какого лучше за сектоидов? А им прикольно, кстати. У них сразу псионические способности, плазменное оружие. Их сразу больше изначально. То есть ты... Ах. А потом, когда небесные появятся. А первые мутоны. Ах, классно. Загрузилась всё в порядке игра. Главное, чтобы... Да, и кажется, карта тоже правильная. Стоп-стоп. Краб вернулся на ГГ. Кефирка спрашивает. О, как вовремя. Кстати, завтра трансляции меняемся к лучшему. Настолько для вас новостей интересных. И картинок интересных. Например, сегодня... Есть тема, соответствующая, на форуме. Мы добавили функцию передачи данных по протоколу... Ну, именно в трансляциях. По HTTPS. Потому что, когда Эльдар вернулся на свою малую родину, в Омск, он обнаружил, к сожалению, что премиум трансляции у него лагают. И до серваков, до гудгеймовских, 4 мегабита выдает. Вот. Но это проблема достаточно распространенная у него товарищей. Потом выяснилось, что его провайдер режет именно HTTP-шный трафик. Ну, то есть, какой-то там тип видео. Вот. И он вместе с Локи. Они вместе с Локи. Обновили там плееры. Чуть-чуть что-то подделали. И сегодня добавилась в бета-профили опция. Передавать, соответственно, не по HTTPS-шному, а по HTTPS-по-протоколу. Вот. Поэтому, если у вас были какие-то проблемы, попробуйте галочку поставить. Когда новую резину выкатим. Не скоро еще. То есть, я вам завтра покажу уже готовую, главную. Но страница канала в верстке еще. То есть, там долго-долго-долго еще. Я думаю, это вопрос пары месяцев точно. Ну, мы взяли вторую верстальщику. Сейчас процесс идет побыстрее. Видите, успевает рисовать. Ну, как, короче, там все в одном приблизительном ритме уже, получается, работают. Раньше у нас была просадка по верстке. Короче, завтра в 18.00 приходите на трансляцию, меняемся к лучшему. И узнаете и все последние новости. И сможете зарепортить баги, поделиться идеями. В общем, как-то повлиять на развитие сайта. Да, завтра пятница, завтра меняемся к лучшему. О, мёлд. Мёлд. Восьмых ходов. Да, да, это он. Как бы опять там паков внутри не было. Всю жизнь на 10 мегабитах лагалов на премию в Омске доезжешь. Так ты скажи, ты включил, у тебя стало лучше, или ты просто радуешься тому, что у тебя лагало? Всю жизнь. Ну, просто разные есть подходы. Просто провайдеры, оказывается, молодцы. А если, соответственно, трафик шифрованный, они, видимо, не знают, что фильтровать, что не фильтровать и ограничения не ставят. Вот, поэтому почему нет? А, ледокол говорит, что он ещё на йоте. Да, йота это... У меня, правда, с московской йотой знаком чуть больше. Она тоже не очень меня радовала. Конечно, это не ультимативное решение. Там, скорее, речь идёт о каких-то частных случаях, потому что, по нашим данным, в среднем число проблемных пользователей в районе 5-6%. То есть, это уже и так очень хорошие, хорошим показателем температура в среднем по больнице. И то, вот, именно на премах. Она в высоком лагает, там, вот, трёх процентов. Вот, двух-трёх, вот так вот. То есть, большинство может спокойно, ажди, смотреть, без особых проблем. Блин, идти ли не лить, или не идти. Вот в чём вопрос. У меня прем как лагал, так и лагает. Зачем купил? Непонятно. Прошло полгода, говорит Дантел. Ну, почему? Непонятно. Ты зелёный, ты со звездой. Неужели ты видеорекламу не видишь? Ты стримеров поддерживаешь на три четверти, и на четверть сайт. Опа! Выходите ко мне, выходите. Как это зря? Как это зря? Ребята, ну выходим, ну! Что за дела? Здрасте. Может, сразу троих? Ну, типа, гренка. Раз, два. А этот от третьего не убьёт. До дальнего мы, типа, не убиваем. Этого обходим так. Да, не верняк. 80% мимо. Другого раза подруга может и не быть. Так, хорошо. Дик, ты кто? Диалог. И получает квадратик себе. Вот, ты как. Здесь, скорее всего, надо гренку кидать. Убирать, укрыть и этим попытаться добить. Или в две гренки вообще. В две гренки вообще. То есть, убрать вот эту вот стеночку. И подойти к... Дверь не трожь. Ну, как-то так, да. Просто там я далеко подойти не смогу. Надо было изначально так сделать. Тогда бы у меня ещё ход был бы. Как ты не видишь? Вот как она не видит? Здесь то, что стенка, типа, не полностью обрушилась. Капец. Мартин. Ставим, Мартин, квадратик. Отлично. Чуваков, которых должен был фланговать. Убил только с помощью двух гранат. И ещё не факт, что... А, отходит, да? Отходит. Отего надо вот отсюда фланговать. Конечно же... Морель. У Морелия пока ничего нет. Стреляем в 91. Уже есть у Морелия. Квадратик. Молодец, Морель. Так, теперь Морель будет продвигаться, как продвигался. Эти продвигались тоже, да? Продвигаются тоже дальше. Молодцы. Все молодцы. Оп, ещё пак из двух. Один обходится. Ну, аккуратно. Лучше по полхода. Лучше было вообще за укрытием. Здесь ханкер. Как раз для того, чтобы спровоцировать этого на баф этого. Что-то он не провоцируется. Эй, ребята, вы чего? Так, ну этот уже флангуется. Причём двумя пацанами. Я не хочу пока идти вот сюда вот. Потому что могу спулить. Поэтому попробую сначала одним. Проатаковать. Диало. 80%. Хорош. Нет киллса у Аккадо. Вот у этого товарища. Но у него и не будет. Так, этого флангануть я не могу. Неужели подходить? Может, гренку отсюда докинуть? Отсюда снимаем стенку и двумя стреляем. Ну, зависит от того, сполим мы здесь или не сполим. Если сполим, то это, конечно, хрен будет. А, ну, на овере. Это я уже не это самое. Не увидел этого. Мне очень повезло. Очень повезло. Фух. Докинем гренку отсюда до туда. Если не докинем, просто отойдём. Надеюсь, что до стенки я достану. Хрен тебе. Что по стрельбе? А ты не видишь уже, да? Как же классно-то. Как же это всё-таки классно. Как так? Ума не приложу. А сейчас видит. Что вы несёте? Как такое возможно вообще? Ладно, стреляем. 45-40. Это не меткость. Это непонятно что. Мы промахиваемся. Может быть, он струсит. Но он сейчас стрельнет. 35, опять же, процентов. У него три цели на выбор. Стреляет по кому хочет. Почему для них стандарт попасть 35? А для меня... Стоп. А здесь укрытие не было просто. Цинка догорела. Это многое объясняет. Ладно, я доиграю. Я понимаю, что Диалу это 80 точность. Но... С другой стороны, я на вторую, на третью миссию могу и с Леммингами сходить. Тут вообще не зайти, смотрите. Тут так обрушилось, типа что не пройти. Вот класс. Просто класс. А я думал гранату закинуть. Вообще найс. Это и не стенка, и не пройти. Я в шоке просто от таких... Метаморфоз. У меня ничего не остается, кроме как вот так вот бежать. Еще пак справа могу спулить. Я, слава богу, не спулил. Но выбора очень, 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 очень мало. Возможно, стоит вообще... Скорее всего, этим товарищам нужно валить. Потому что шесть клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отступает в тень. Полуукрытие. И второй раз отступает. Окей. Хорошо. Задача двумя обходить. Причем, желательно, незаметно, конечно. Почему-то я хочу на крышу забраться. Не знаю, как объяснить это желание. Эта подруга будет, наверное, и на овервотче стоять. Хотя лучше, наверное, ханкер было играть в такой ситуации. Что он-то может подойти и выстрелить. И это... А я не факт, что успею среагировать. Там неудобно обходить, пацаны. Неудобно. Ладно, одним я наверх все-таки. Там хоть разведка будет. И полное укрытие. Вот здесь с угла. Да, для одного на крыше хорошее место. Это третий пак справа. Сейчас попробуем увидеть его сверху. Да, видим. Он сидит на овервотче. Меткости очень хорошие. Учитывая то, что у меня преимущество и фулл укрытия, и минус 10 по точности, я буду по нему стрелять. Пропадаем, убиваем. Так, это Акада, да? О, она как раз скилл должна была получить. Ну, хорошо, значит, по плану на вторую миссию я беру трех прошлых и одного лучшего лейминга. В идеале, конечно, тот, кто был ранен, он штурмовик, но это не так. Потому что не бывает таких штурмовиков. Хотя бывает с 80 точности. Ну, редко такое бывает. Главное не отдать, потому что все-таки у него точность 50 уже, то есть 80, но это круто. Так, ты ждешь. Подходим, подходим. Там два входа в это здание, спереди и сзади. Сзади, на мой взгляд, предпочтительнее, просто потому что там дверь и нет стекол. А спереди там все просматривается. То есть тут, видите, раз. А спереди, вон, пожалуйста, заходи, кто хочешь. Граната вроде мне еще есть. Одна. Да. Две гранаты есть даже. Вообще волшебно. Учитывая то, что они телепортируются периодически, я все-таки оставляю на Overwatch. Нужно добежать до этой двери. И они могут быть тут как на первом, так и на втором этаже. Возможно, стоит разделиться. Реально, чтобы по... По, например, гранате у нас была возможность закинуть с разных сторон. Мы же не знаем, как они среагируют. Поэтому часть я поведу вдоль стены к этому углу. Слышим. И у каждого по гранате. Ну, то есть с каждой стороны есть человек с гранатой. Буду на чеку. Подходим. Подходим. Следующий ход. Все, сейчас скрываем дверь. Скорее всего, мы их заметим. Да, они на втором этаже. И сразу перед нами. То есть мы, скорее всего, увидим... А, на первом этаже. Тресик той, да. Один флангуется сразу же. Двое под гренку. Ну, это первый фланг. Раз. Можно в две гренки их убить, на самом деле. То есть я отсюда докину, и отсюда докину. И, наверное, это самый правильный ход. Докину же, докину, ези. Уже иду. Уже иду. Это раз. Бросаю гранату. Ну, килсы никому не нужны. Я, наверное, возьму... А, этот как раз и меткий самый идеал, который с гранатой. Ой. Все нормально. Не кипиши. Гранатой он не промажет. Не переживаем. А давай попробуем все-таки этим стрельнуть. Так, мы сплава больше получим. Это по-любому. А второго уже гренкой. И так, чтобы труп первого не задеть. Хотя это может быть и неважным. Поехали. Да, первая миссия с одним тяжелым ранением. Причем человека, который... О, получает повышение еще. Диала. Молодцы, штурм один. Но это только первая миссия. Далеко не самая простая получилась. Смотрим по ролям. Добро пожаловать в лабораторию. А он снайпером был. Ну, 12 дней, правда, довольно быстро. Но две миссии мне придется... Самое главное, вторую часть пройти. 87 точность снайпер. Ёр-моё. Какой классный. Тут штурм. Тут хэвик 82 точность. Окей. Выбираем. Выбираем сейчас новичка одного хорошего. Это должен быть. Чушь. Неплохо. Чушь, чушь. Чушь. Блин, 55-55. Отличный товарищ. Ну, 27-75 точный. Но мораль никакая. Командиру XCOM просьба прибыть в инженерный отдел. Повторяю. Командиру в инженерный отдел. Есть и по 53-70. Хороший. Сохранись, говорит Витаморс. Спасибо за заботу, Витаморс. Думаешь, стоит? На Iron Man мы играем. Да и самое главное не Iron Man. Самое главное 21 галка. Все-таки. Да, я думаю, что надо жертвовать точностью в угоду... В угоду сильной морали. Повторяю. Командиру в инженерный отдел. Так. 12 дней. Вторая миссия. Инженерный отдел. Постройки. Пар есть. Но так себе. Естественно, берем еще медкомплект привычным движением. Тем более саппорты у нас уже есть. Ну, хэвик есть. С хэвиком должно быть проще. Он полезнее, чем снайпер. Особенно на старте. Ну, то есть, точно на старте он полезнее. А дальше уже так сомнительнее. Так. 200 баксов. Два инжа. Шесть ученых. Шесть ученых. Берем Лемминга. Ну, все вроде. Штурмовику. Опять же, меняю автомат. Вторая миссия будет жесткой. Готовимся к высадке. Франция ждет нашей помощи. Вы узнаете эту карту? И здесь 12 человек. Ё-моё. Ща узнаете, если не узнали. Штаб, ответьте рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на вывеску десантить. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Карта вот здесь заканчивается. Подходишь к этой стенке, пулишь пакет. Не, конечно, есть ракета, бла-бла-бла. Я, скорее всего, краешком буду обходить. Вот сюда, вот, за фулл стенку. Агрить на одного. Оставлять там хэвик, а остальными всеми обходить. Там тоже есть минусы. Но слева еще опаснее обходить. Еще опция перестреливаться, но это забей. Тут все разрушается. Тут вот эта вот хрень разрушается. Вот эта разрушается. Машины взрываются. Лучше, конечно, вот здесь вот сидеть и улыбаться. Надо очень аккуратно улыбаться. Не дай бог, блин, никого не спулить. Никого. Подходим по полухода, потому что, учитывая их количество, они наверняка там патрули строили нехилый. Была сложность высокая, а не сверхвысокая. Это же 10 человек. В смысле, последняя сложность? Четвертая. А, или ты про сложности миссии. Они вроде все чрезвычайные. Хотя я могу ошибаться. Я давно не обращал внимания на эту надпись, потому что вроде она на impossible. Так, мы почти добежали. Вообще, Хэвикам надо подходить тоже туда. Вот с этого угла начинать. Агрид, он должен их оттуда. Убегать, может быть, и сюда. А вот Агрид оттуда. Там есть два входа, достаточно широких. Ключевая тема, это Хэвик сидит в ханкере. Трое флангуют. Выходят. Я, кстати, их сейчас уже могу спулить. Они частенько появляются на границе. Здесь, по крайней мере, будет один ход у меня еще. Вот здесь они могут появиться. Страшновато. Не буду здесь проходить. Уже можно даже за одну клетку спулить. Ох, как близко. Все, здесь дальше уже тоже подходить нельзя. Дичь. Ну все, действуем тогда Хэвиком. Да, тихо. Действуем Хэвиком. Раз. И никого. Хэвиком подбегаем тогда вот так. Точно пулем, точно. Ё-моё. Ой. Ну и кто-нибудь ко мне забегайте. Раз забежал. Правда, сразу под полуукрытие. Капец. И сразу с флангом не обходит. Капец. Капец. Хэв. Короче, нужно всеми валить, под дымом, под укрытиями. Просто валить оттуда, по чертям. Хэвиком сюда, помогать им. Кто до куда добегает? Ну, этот, предположим, бежит вообще далеко. Потому что быстрый. Этот забегает сюда, кидает дым. А этот добегает, наверное, сюда. Ну да, тут только один будет меня видеть, я думаю. Но лучше сюда, на самом деле. Я точно тогда простреливать. А сюда, может, типа не будет. Ну, вставать рядом с ним вообще толку никакого. Это меня защитит от... Да, наверное, сюда все-таки. Я его не вижу. Дым кидаю. Причем вот так вот как-нибудь. И с богом. А, понятно. Даркстейк, я понял, о чем ты говоришь. Этот только по... По саппорту может стрелять. Этот может теоретически подойти и пострелять по... Полуукрытию по дальнему. Да, этого я боялся. Ой, даже так! Три хита ранения у Лемминга. Блин, какой боги... Какой боги старт, а? Я здесь еще не убегаю. То есть мне нужно под полуукрытие якобы. Либо убить этого. Конечно. Да, ранган тоже не опция. Тут тоже не опция. Хэвик как? 42. Ну, хэвик-то вообще стоит, ничего не делает. Хотя он может... Ч-ч-ч-ч-ч-ч... Ну, там еще не передвигается. Надо камеру, наверное, вертеть. Чтоб до туда добраться. Короче, хэвик стреляет. У него выбора другого нет. Если 42 попадет, то будет проще. Он не попадает. Ты раненый, не можешь ничего сделать. Тут, если я обойду, будет полуукрытие, меня вообще обходят. Конечно, хотелось бы его с фланга убить. Но если я обойду и поставлю, например, на овервотч вот этого товарища, то вот тот будет стрелять снова по мне вот сюда вот. Это лучше, чем... Да нет, он и поэтому будет нормально стрелять из-за угла лжи. Увидеть будет, что ты несешь. Но он обходите у него из-за того. То есть ты предлагаешь зайти сюда, подставиться гипотетически под этого товарища, для того, чтобы что? Для того, чтобы не сдохнуть, потому что я отсюда не ухожу. Но ты уходишь под полуукрытие. Это да. Два выстрела по полуукрытие. Это 50-50. Два раза по 55. Убей этого раненганером, тот, который бафает. Ну а смысл? А что дальше я раненганером буду делать? Дальше-то что? С флангой раненганера спокойно убивает. С этим что делать-то? Оставаться я не могу. Убивая раненганером одного и медиком бафера. То есть ты реально думаешь, что я убью медиком этого человека? Четыре хита без крита, который в полуукрытии сидит? Наивный человек. Если вот такие вещи проворачивать, то тут не выжить. Надо было хэвиком в ханкер. Зачем? Хэвик вообще никому не нужен. По хэвику никто здесь стрелять не будет. Потому что тут есть человек с полуукрытием, и есть человек, которого можно фланговать. Нахрена ему вообще хэвик? Так и так гуф. Учитывая логику так и так гуф, я думаю все-таки поставить этого на овервотч, а этим попытаться флангануть. Потому что реально сектоид этот так или иначе меня догонит. Либо я 55% 2х получаю. Ладно, давай, Аркадим. Забегаем раз, стреляем, надеюсь, убиваем. И раннганер у нас может, кстати, сюда на овервотч с раннган запрыгнуть. Но в любом случае нужно... А, или он не может после раннгана использовать овервотч. Я просто овервотч. Или может? Может, говорят. Спасибо. Шевелись. Плата в ад. Побежали. Прикрываем. Ну, это что будет делать тот, кого бафают? Он будет просто стрелять по полуукрытию, и тогда я, получается, выиграл один выстрел. 55... О, он даже по этому стреляет. А, он не у угла стоит. Вот в чем дело. Все ясно, короче. Он его, в принципе, бы не видел, но почему он не подошел, непонятно. Видимо, из-за овервотча он не подошел. Что, снимаем стеночку? Нет, не так. Лучше бафера сразу бафать. Главное, закинуть туда хорошо. Раз. А что стенка не ушла? Ну, все равно 69, как бы. Но это риск. Ну, конечно, это произошло. Соберев. Соберев. фух на единичку спасибо великий рандом короче смотрите какая хрень тут я не хочу пробегать мимо потому что здесь я спулю пацанов 65 поэтому 19 потому гренку не докину но может быть хэрик увидит тоже добавит есть ту хэрик точно стреляет поэтому 69 более да что что делаешь то может отсюда да у тебя там меткость такая что толку нет никакого короче обходить пулить убивать ты даже отсюда не увешивал не добежишь потому что ну смысле фланга не были здесь вероятность повыше будет на фланга не будет у лимпак у лимпак с богом 56 процентов есть и один хит еще главное может хильнуть его тогда не не надо не надо сюда подойти сюда подойти и в ханкер сесть хэрик довести и получать мне нужно два хода продержаться это был первый пак первый пак из четырех стрельба 35 процентов так окей значит и у нас опции этот обходит до 49 49 там полу укрытие в общем то можно было и поэтому пострелять этот это паскуда вот это вот товарищ он на овервотче сидит поэтому я не могу нормально двигаться чтобы поставить хэриком хэриком то я подхожу это понятно но грянку то даже близко не закинуть тенинда кинуть ну для того чтобы просто снять укрытие это не то я предлагаю в ханкере посидеть еще один ход как минимум а вось они один снимется с овервотча здесь как раз перезарядка один бафает соответственно второй кажется отступил назад этот подходит вперед и стреляет ох опасно так это о этот баф и теперь слушайте во первых я могу лемминг который ранен закинуть в него грянку снять укрытие вот скажем отсюда все не попадет ни в кого а тут принесет пользу обществу теперь а из-за стенки все еще стою это тот не за стенкой 29 6969 собственно вот кто мне нужен об хорош минус 2 ты за full cover и можешь по дальнему пострелять да как нет я что же как ты увидел то почему я не это сам они не вспомнил что у него может быть твою налево и даже ничего не вижу я это овервотчу хэвика подвожу потому что есть шанс как раз и вижу его и постреляю по нему по собаке ты хорош второй пак минус осталось еще два перезаряжаемся лечимся но вот этого надо подхильнуть странный стал слева звук а вот так вот стороны дома ты не может два пака в доме быть другой левее да я понял тебя лечимся сделать так чтобы хэвик стоял на норм позиции на момент спуливания это да это правильно у меня был другой план вообще отвлекать нужно было не хэвиком вот чем дело это была самая главная ошибка опа спулин пак из двух сектоидов только один на овервотч у меня пацан и не точно попасть не может там 20 процентов у него сейчас вероятность попадания а плохо вот не вовремя перезарядился так тут фуловый я предлагаю всем ханкер для того чтобы эти пацаны определились кто из них накачивать но это скорее не стоят подходят оба подходят оба супер в общем вероятность очень хорошего хэвика 74 почему бы и нет болин я не того увел стрелять сужим я начал этот блин уже риск все стреляют два раза по 35 нет один раз по 35 прошу тебя не попади да у меня full cover да вроде нормально все не попади 79 хэвик мажет 59 этот мажет 35 с критом попадает 35 крит 35 шанс 25 крит попадает с критом где где вообще логика причем это уже не в первый раз реально у него шанс сейчас был 35 процентов плюс еще крит сработал 1 4 а я блин не попадаю последний овер был зря ханкер бы ты какой смысл не будет стрелять по ханкеру если есть вижу не отстреливший отстрелившийся человек хэвик первым пострелял не попал все после этого нет смысла в принципе делать и ханкер дау если у сектоида есть две цели он их видит один сидит в ханкере другой сидит просто за укрытием он будет связь потому кто за укрытием он не будет стоять в ханкер что вы несете это какую-то чушь зачем ханкер там вообще был я в шоке от советчиков лишний был как лишний куда можно было просто посидеть посидеть не стрелять на 59 а просто посидеть и посмотреть как стреляют в хэвика отличный вариант как я это самое так следующий пак был в стороне дома и нет хэвиком надежда только что лимминг который тоже был ранен в этой миссии ладно следующая тарелка маленькая может быть к нам мы успеем взять нескольких новичков это же вообще не попадет не попадет 40 капец да они в доме ну или на крыше в общем где-то здесь они можно было вообще спрятаться раньше ты раньше дела пусть подойдут поближе так они уже были где-то в 8 клетках от меня то есть они в следующий раз когда подходят уже начинают тебя вот по таким острым углом стрелять что ханкер не ханкера могут попасть и опять же когда ты подходишь и видишь вероятность там 74 процента думаешь ну нормально чего можно пострелять в конце концов у него там в одного полу укрытия другого мы обошли с фланга но войн от ну вот не факт что если бы я сидел там в ханкере еще один ход они бы не подошли еще на 45 клеток ближе под укрытие и начали стрелять уже с большим углом тут же галки еще стоит под углы обзора не за дверью грена кстати мне нет так лучше сейчас не бежать убирает если работать при русской рулетки прими заданность скорее всего да так и есть так и на крыше то ли это скорее всего доме на крыше они мне уже спалили скорее сюда делал русской рулетки хотя русская рулетка вроде как влияет только на урон наносимый сразу брать возможно даже одного было обводить с той стороны так апаки у нас какие получается 332 было да и надо одного обходить причем обводить причем того кто хотя бы немножко может стрелять хотя они могут быть за домом и тогда это будет фейл нет не стоит лучше здесь открывать и должно быть двое до двое все в один ход флангуются главное попасть работаем так как ада меткость 60 но в общем-то можно вблизи то будет побольше задание выполнено надо пару лемминга взять следующую миссию убита ноль господи я новичка не чекнул хотя пофиг у него ранение вообще плевать на него две медали дали лабы дали 6 ученых командир так а точно у нас ладно это пойдет 2770 2775 пацан непосредственно да бабла нет я попробую все таки двух бойцов взять рекрутов трех до трех пусть будет 3 не забываем не забываем сейчас и ножка полетит новобранцы успели это очень хорошо давайте посмотрим если толковые мелисса 8043 а кто еще 3555 красавчик ну и 4770 китаец лайнг зоу 4370 вот два отличных перспективных перспективных пацана штурм и саппорт пойдут в следующую миссию и надо качать вот этих у двух вот этих у двух издевается заказ на спутник за 200 баксов при стоимости 400 и инфляции 800 будет следующий стоить или сколько там такой троллинг вижу противника сбиваем и нло мы уже раз наверно в седьмой на это было так что чем чем дальше тем тем стабильнее смешно высылаем рейнджер выкидываем двух леммингов ставим соответственно 4380 маст хэв по киллсу и 2770 нет вот 4770 лучше мораль плюс 20 точность как бы класс и гранаты саппорт такой молодцы медали да забейте им садимся рановато медали давать следующая операция в японии я не помню эту карту говорит рейнджер мы к северу от места крушения штурм один к бою готов вас понял рейнджер мы присмотрим за вами штурм один можете начинать атаку корабля какой корабль что где корабль так я вижу full укрытия для начала первый раз реально на этой штуке так лемминги вперед ох этот быстро это штурм будет да опа опа и с флангой сразу класс отличное начало вообще не подкачало ну этот понятно уходит вот сюда вот куда-нибудь тут единственное место где можно спрятаться это хотя штурмаж сюда может зайти есть еще дым не забываем ракеты нет и снайпер нет ага хорошо давайте всем ханка я понимаю что лучше всем посмотрим кто да как выбил стекло и пошел правого товарища этот подходит его уже можно флангануть сейчас смотрите вот отсюда вот но он стоит блин собака на овервочем но у него полу укрытие а мы видим вдвоем ну втроем можем его увидеть левый не не сможет с фланга убить а что по гранатке ну вообще дым еще есть кстати 66 да неплохо в принципе 66 60 50 у него овервоч у него овервоч у нас кто-то должен качать ну стреляй макадой потому что это а ах пошли пошли темы ох попал хорош попробуем леммингом да какое 60 добьет будет вообще великолепно есть умница киллс собрали чтобы было получше я пожалуй кину дым сюда чтобы минимизировать риски потому что он будет стрелять 35 процентов мне нравится меньше чем 15 поэтому я лучше хотя он может выйти сейчас с угла и по этой пострелять это было бы логичнее а может просто свалит да отступает так а что у нас по второму этажу ничего пока неудобное место а там дальше пак может быть но обходить конечно удобнее с этого дома ну с этих с комнат да хорошо делимся 2-2 ну и наверное овервотч учитывая то что они каким таким полукругом стоят скорее всего если он высомнится будут стрелять там трое из четырех а никто не стреляет мэлт справа уже поближе раз поближе два или все-таки обходить а я вот не знаю может он уже влево пошел дверь закрыта я вот сюда не хочу лезть тут укрытия никаких нет так что я пока отделиться не буду пацаны я буду двигаться вот так вот с четырьмя овервотчами и дверь аптальчик открывать он щебечет во второй комнате тут дверь стеклянная вижен дает я не успеваю добежать до двери такими короткими перебежками стремя овервотчами ну с четырьмя третий и четвертый не работают начинаем этого сектоида походить открываем дверь никого да он в соседнем соответственно здании засел он может высунуться конечно в любой момент у меня люди с овервотчами но если он подойдет к углу то я особо ничего не сделаю то есть он выстрелит а я нет он вышел кажется на улицу судя по яктору так а давай-ка проэкспериментируем с ханкером крисолитом пишет мы до крисолитов еще не доходили ну давай он сидит там ждет короче видимо надо проходить сейчас вперед вот сюда вот продвигаться вот так вот как добираться до этой двери открывать ее пытаться заходить тут очень не очень укрытием а выходить на улицу я не хочу из-за вижны которая откроется мне прямо сейчас и если здесь будет какой-то пак и не убитый сектоид слева это может плохо закончится вот здесь вот вот здесь вот ох ты ж ежик и уже иду иду и и и дверь это вроде закрыта и он вышел на улицу он уже вышел в общем двери подходим двумя одного двух запустим вот сюда и а и и и и и с богом а кстати посмотреть в кого kill у кого kill у вот этого нет ни у него кажется у этой мадамы кажется это мадамы же да кажется девочку убила сначала сюда потому что кажется на улице да при этом двери закрыты мистик боюсь что он может и слева и справа двери выйти поэтому иду так чтобы даже если он выйдет он не фланганет ну все я буду выходить в первую очередь пацанами отсюда следующий ход одно секрет только убил я не помню кем на самом деле кто-нибудь помнит подскажет это был по крайней мере девочка или мальчик как ты ж ежик а и ножка будет вот здесь вот да 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 так мы пока ничего не видим о фига сидит на overwatch паскуда а холи мартин ясно хорошо сейчас будем двигаться вот направо ориентировочно там и дало и там скорее всего второй пак да 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 и звук оттуда идет слышали здесь крыша вообще есть есть крыша но с такими стремными укрытиями хотят этими лучше наверное на крышу потому что им все равно придется заходим 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 опасно опасно так сорок восемьдесят говорят убила тогда это не холи мартин холи мартин это вообще а саппорт мне дезинформировал 48 скорее всего гарден тогда гарднер да так ну делаем разведочку и вперед второй пак два сектои да их еще не видно перезарядим старин и тут пацанов подведем под overwatch девочка говорит убила лейминг завалила то есть не гарден гарден как раз девочка есть да девочка девочка тут хреновое укрытие но пока спулили 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 убегаю товарищи на крыше сверху очень двое будут фуловые причем скорее всего будет ходить слева вообще одного на четырех уровочек словить вообще без проблем даже если у него 5 хитов должно быть все ок тем более он как раз выбираться будет так что с полиции должен 1 2 отстреливать там еще один собирающим давай реагируй не среагировал ну ладно тут метки все равно хорошие убивать по-хорошему нужно этим но и убивай гринк какие проблемы а еще гринки то остались у нас две гринки отлично я уже думал что на этого не хватит ну тогда делаем kills жоу этим да все равно снайперы честно овервочек постоят и хорошо постреляют если что по последующему овервоч овервоч а ты наверно вот ладно нет лучше сюда она не сможет стрелять на этот ход насколько понимаю если только он совсем слева не побежит давай иди сюда подбегает растерялся на и так но у него нет овера тарелка прям по курсу давай ханкер овервоч овервоч и тут еще один ханкер я надеюсь он выйдет сейчас они быстро приходят в себя чего там надеюсь ой как-то он быстро передислоцировался болел он реально там бегает давайте ребят ловите его вот выход высовывается окада стреляет первый попадает на трешечку надежно пацанов на крыше специально подвел должны увидеть через три клетки отлично и молодец так все получили по келсу из леммингов подходим остается самый жестенький у нас товарищ аутсайдер готовимся подходим перезаряжаемся и дальше есть две гранаты которые должны помочь то есть ультимативно просто могут помочь они не мажут в отличие от ракет они как раз по три хита снимают и вот есть количество двух штук но можно нафейлить подходя к нему то есть так что мы его типа пулем а гранаты не достреливают не достают пусть мы там все вроде это она хорошо села не разрушенный на ложка я буду вот по этим по столбам подходить раз два три нужно играть это лишний привычка сейчас ко второму там уже двери будет если подойдем еще в двери то это вообще классно опа тут разрушенная стенка первое правило не идти дальше чем остальные то есть чем первый разведчик чуть правее сейчас будем ну или вот так вот ровно по линии ходить может быть даже к углу вот сюда вот кажется прям на него я думал выполняю я пошла ну фух все добегаем до стенки пулем убиваем что ранган кстати еще есть так что все все нормально должно быть так точно внимание с какой страны его лучше наверно лучше справа его пулить и лучше пули человеком у которого нет гранат чтобы остальных было больше возможности а граната нужно быть выхожу еще так волнуюсь ты господи это же аутсайдер скриптовая скотина которая убивается легко сейчас все будет заходим видим принимаем решение внимание он сейчас должен налево или наверх налево убегать да вот так вот так пошла паника но а кого качать вот вопрос кто у нас ну не штурм не штурмаша да давайте новичка вот это вот качнем лучше то есть штурмовик первым кидает гранкам можно в общем то и пострелять если была потребность например холли мартин качать или этого например метки а давай им попробуем понятненько он не выпендривайся хватит все два лемминга прокачались повышение кстати гарднер получил главное чтоб хэвик или снайпер был штурмовика поддержка ну да хрена мне штурмовика поддержка взял самых точных вообще у меня будет тима два саппорта два штурма вообще отлично дримблин тим хэвика вообще нет сейчас надо еще лемминга брать но мне их негде качать то есть на следующую миссию хуже даже одного лемминга не хочется брать кто у нас тут есть это нет это нет это нет это такие вообще не очень я до сих пор не понимаю чего добиваются пришельцы они нас изучают нам кажется что они похищают людей без разбора но может быть в этом есть какая-то закономерность почему здесь штурмы не нравится потому что бегать особо те не дают спулишь новый пак и до свидания ранган работает только тогда когда ты очень сильно пак на себя вытянул и то не факт что спустя два кода там где ты уже был не появится новый пак уже проходили такую хрень поэтому я не в восторге от штурмовиков которых у меня два снайпер вернется этого может докачаем это конечно шок фрагменты есть скоб можем взять дальше делаем лучевое оружие тем более ученых то у нас 11 штук для если найдем что-нибудь ракета все равно мажется да 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 ой там же у нас пришли новые не этот не новый не может такого быть пришли новые косметики вот такие неудачники смотрите 43 55 45 60 и 35 55 за что я 45 баксов заплатил вообще не ясно сейчас миссия но снайпер возвращается в строй о и леменка возвращается в строй хорошо следующей миссии пытаемся качнуть снайпера берем видимо два саппорта и штурмаша хорошего жесть ну и молимся что там хэвик будет в результате сейчас миссия да сообщение от совета люблю его награда поддержка напали на политика который выступал поддержка инопланетян спасите на политика слушайте а что это за миссия мне тут саппорта сразу третьего дают сержанта с хреновой точностью напомните пожалуйста двух словах там в тиммены с крышами да вот это вот хрень то есть ты сразу начинаешь с того что забираешься либо налево либо на крат правую крышу это развод как говорят тут я не знаю это всегда так но всегда когда дают вот этих вот новых бойцов у меня вообще-то 60 точность эту миссию всегда скипаешь эвакуация фингмана скорее всего байт на политика у ее просто забегите короче 5 нж 3 ученых или тяж сержант блин ладно хорошо давайте по ситуации что у нас есть какие там на 5 нж это топич конечно но я чувствую я больше никаким макаром тяжа не получу а это реальный шанс 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 великобритания австралии юар какая-то у нас ситуация какая разница какая ситуация в мире тяж нам нужен тяж она на австралию сбиваем все отлично поехали класс дадут тяжа 55 в том-то и дело если тебе дают тяжи там 55 60 тебе сравнительно пофиг потому что у тебя же одна ракета 90 процентов 2 ракета 90 процентов и пассивочка типа сапресса или что-то ну или полный силу ну короче по прошлый раз медали две ракеты и этом сапресса и тем этот полный силуэт на выбор какая разница вообще как он насколько точно он стреляет если он сапресс это состояние это не выстрел как бы он ход теряет все равно метко снижает и в общем ракеты как бы так и так он запускает сфиксированный короче ты понял я беру штурмовика вот это вот удаляю беру снайпера снайпера ну стой прокачать надо снайпера да я понимаю что тяжело берешь сейчас скоб себе один покупаешь без хэрик это будет трындец конечно жуть будет без хэрик а хорош орать точность 97 хороший снайпер так а что у нас на выбор-то вообще возьми лемминга 70 лемминга на миссию без тяжа блин что я потерялся что у тебя 47 74 понятно убираем дайте мне секундочку иди сюда иди сюда хороший котик что то есть вы предлагаете брать лемминга да на эту миссию лемминга перспективного типа 27 75 А я думаю, надо брать штурмаша Да, и будет у тебя два штурмаша Вообще счастье привалило Ты пофиг, все равно ты его заменишь после этой игры Ты останешься саппортом, снайпером Тебе дадут нового хэвика И лемминга как раз Если он хороший Вот этого макгроулинга Да, ладно, берем его Дробовик? Какой дробовик? Успокойся Кстати, что? Штурм 81 Новенький 70 Снайпер 97 Этот 74 Поехали Садимся 100 лет не играл ни этой карте она очень маленькая очень аркадная да это бред тут сразу подходишь сюда видишь пак здесь возможно видишь пак здесь полных укрытий у тебя нет это г.г. может подходить вообще на половинку на герой очень ловить на давай так то есть я надеюсь что просто они внимание в левый день да конечно там тоже может быть два пока тут только одного плового укрытия помню здесь обходят гады и ты еще перестреливаешься с пацанами сверху но это в любом случае лучше чем идти на право на право нет вообще вариантов никаких идти давай по походу а и снайперу пистолет не поменял так все подтягиваем с остальными справа точно есть слышу есть высота хорошим но там тебя вообще все видят то есть ты здесь пак можешь спулить карта в принципе небольшая вот конец ее здесь и вот тут за куток вот он тоже конец она реально маленькая а здесь народу много я еще подожду на овервочи шальный пак справа слышит а без тяжа у тебя только дым страх а вот и появился первый пак слева никто ну нет есть овервоч один по крайней мере и он уже флангует слева смирите голова торчит класс просто класс и отступаю тут нельзя сражаться надо кайтить с дымом скорее всего сделаем я начинаю наблюдение есть нет еще и руч прошу попадите еще разок а то он сейчас к углу и будет уже стрелять не успел хорошо этот подходит стреляет фланг нет просто острый угол все снайпер выключается из игры а нет не снайпер это штурмовик надо кидать дым а ты двоих видишь дым улетай не такими силе нельзя улетать слушать у нас плюс две страны выйдет первый месяц будущего не будет в принципе какой там улетаем что и надо делать дым надо след снайпером пытаться добивать этого раз 73 меткость да кидать дым и двумя овервочет ну там фактически один овервочет остальные ничего не делают а ты не докинешь гринга сюда не докинешь отведу к я штурмаша потому что все равно на увервочи не попадет этого лечит тут угла вообще дикий на один хит но это по снайперу он в ханкере но в а в а а а а а а а ты торопишься михаил на сам же что вот в этой миссии какой шаг я сделал неправильно скажите конкретно какой вот в этой миссии я сделал неправильный шаг в принципе какой все на overwatch их один пак спу лил всегда блин за укрытиями то торопишься то вышел вперед а что мне сидеть утра у корабля что никуда не идти спу лил пак который ну нормально же все спу лил вы даете ты поставил всю команду под полу укрытия там не было других укрытий алё там не было других укрытий там только одно full укрытие которое флангуется в следующий ход после пола пока что это такое но ты под все же видно нарисованы там значки такие щиток он либо закрашен на половину либо полностью закрашен или вы меня предлагали в направо идти к этому контейнеру какому-нибудь к full укрытию там еще пак а сверху еще один как я говорю от экспертов под полу укрытием сидишь нормально сидишь под полу укрытием сзади ты тебя самолет не ты не там сидишь михаил не там сидишь ты под полу укрытием сидишь 70 70 60 60 там было все вообще абсолютно логично разумно без риска идешь слышишь блин справа пак понимаешь все туда и не иду там ты не смог бы добежать только два места с полными укрытиями у контейнера одно ты пу лишь правый пак 2 это с вероятностью пу лишь пацанов сверху я по шажкам с overwatch ими прошел таким образом что спунил вообще левый пак который без укрытий без там ну короче все нормально но на overwatch и один минус 2 минус товарищ меня флангует у меня есть единственное место куда я могу отступить не спуле другие паки я за него отступил промахиваюсь overwatch один раз промахиваю его очень второй раз и мне говорят михаил ты слишком ты слишком дерзко действуешь ты зачем зачем ты под полу укрытием и прячешься там дым это последнее укрытие которые есть и все равно вы ну хоть следите ну за смотом все он же нарисовано блин все же слышно показывают там что туда нельзя идти австралии отправила уже несколько запросов штурм один ответьте центру 60 55 60 хорошо бы что-то орала почему-то кота не контролируешь скажи ну закрою тогда в этом на кухне еще раз на кухне закрой ищешь кота и запираешь его повар я не знаю наверно 12 до час не летим в китай там сейчас неспокойно поехали штурм один ответь 75 60 80 70 лично открывать оставляем во первых у нас карта клевая очень клевая я пойду по правой стороне потому что так безопаснее не зациклен уже на меде потому что если по левой стороне если справа идти там там такая аркада бывает сейчас опасно мог спулить того кто внутри сейчас бачком до этого укрытия сейчас могут выбежать кстати а крыша там кажется без фуловых укрытий да да с обычными рискуем терпение вам михаил спасибо большое все все улыбаемся улыбаемся машем три товарища достойных по точности в этой в этой команде главное чтобы самый не очень не был не оказался снайпером а то в прошлый раз вы помните два самых точных это был штурм и саппорт я слышу слышу никого ну хорошо тогда тогда мы спокойно доходим до дома и оказываемся у стенки которая не просвечивается это очень хорошо здесь может быть конечно пак но его не было слышно комфортнее значительно сзади в этом здании работать потому что как раз тут тоже с там нет просвечивающейся стены одному все равно придется пулись скорее всего вот этого товарища через какое-то время подведу подведу к окну тут когда пацаны дойдут до той двери блин рискованным работа через крышу там такая крыша без фуловых укрытий это аркада всегда на крыше всегда солдаты видно я только одна попытка а тут можно спулить увидеть флангануть так ты тоже сюда лучше вот с угла выходить чем до точку там тоже мог быть пак так ладно здесь все сейчас пулем пацанов там скорее всего пока сразу будет внутри может быть я товарищем в ханкере посижу а может вообще стянуть посильнее их то есть сейчас пулем как так держи вы да точно там должны быть вот папа 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 3 овервотч по одному дом убили я не понял кто убил как-то неудачно получилось что реально до крыши это точно на крышу пойдет так один остается пулить все остальные наверх что мне в внутрь заходить уже очень сна крыши же могут быть что же я делаю повезло просто повезло так ты тоже на крыше пожалуйста этот будет в ханкере сидеть эти пацаны через два хода подходят к тому кто сидит там и накачивает хп стрим на твиче упал такая что я одну кнопку фактически могу только нажать всем вроде этот сейчас я рестартанул так подходит как и видите убегаю потихоньку тут снова ханкер что-то на овервотч стоит уже а здесь я пожалуй пройду на фулу ну потому что потому что не успеваю убил томас если что спасибо большое так этот подходит больше стрелять томас да у нас есть морел у это тот же самый морел 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 томас томасу ставим плюсик здесь queen queen и дженсон джен сэн так где там стоит бафера вон он там стоит тут можем кстати спулить еще кого-то отлично 90 процентов меткой дженсон стреляет без крита но дженсен получает пару плюсов до крыша витязь в этот раз и дженсен повышение крыша на этот раз оправдала ожиданием может быть нереально попробовать популить их скрыть сейчас перемещусь в центр крыши послушаем где там следующего этот пулить ориентировочно себя будет эти пацаны будут просто стоять на крыше и если что подключаться к замесу нужно хотя бы приблизительно понять с какой стороны следующий пак слышу справа но тогда делаем следующим образом здесь подходим еще на три клеточки перезаряжаемся пулем нижним рассчитывая на то что они разбегутся так что ну короче поехали открываем смотрим подожду ход слева оставим правый пак идем к левому паку снова там тоже дверь есть и помещение небольшое эти смену я наверно за машину попробую пробежать сначала за угол здесь смотрим к вам то что что будешь делать каких тогда ты использовал так подходим то что здесь реально крыша решает я был не прав смотрим дай это надо было подвести поближе чтобы он смог до тут добежать открываем смотрим да здесь они о 2 пока сразу короче всем человеком который открыл дверь мы полностью уходим там полностью уходим пацанов на крыше они не видели но они могут на крыше эту сами забраться мне наверно лучше к машине вообще валить вот сюда вот чтобы с одной стороны иметь возможность любого конца подсветить с другого с другой быть недоступного для этих пацанов лежали 4 под гренку я должен распределить вообще люди хотя можно тут у всех гренки есть а пожалуй стоит я боюсь что ко мне этот заберется и убьет а так если ход подожду баф баф они и так останутся и так убью но исключу вероятность того что меня тут этот товарищ нет overwatch надежный пацаны там стоит товарищ на углу которого гренки сейчас не убью он заберется может забраться сейчас на крышу вон а те бафают видите тыловые я их в любом случае следующий ход убью а я теперь сейчас кинул 2 гренки во первых я спалился бы и непонятно кем бы как он второй там тоже рядом с машиной то есть они все убиваются этот уже подошел сюда смотрите-ка раз-два тут двое все светится так но кому давать 4 киллса куину или моралу queen что 60 только не к вину queen 1 кидает гренку чтобы докинул не докидывает но можно подойти на вот хороший вопрос не надо на две клетки хватит запасом даже и так что сверху не не хватит ну хотя там взорвется машину просто что в любом случае хватит это раз и это томас на томас меткость 80 дам горят две машины сейчас должно быть просто минус 4 поехали опа почему он не умер видели машина взорвалась он стоит рядом он не умер у меня есть еще гранат на страховку я докинул в любом случае ночью причем явно накрывала его прям явно ну то есть ну как бы от набиваем двоих еще супер там пять человек там же еще один а где он кто же его знает блин может реально просто деру дать сюда куда-нибудь за фул даже если там овервотч он на углу не а не факт что на углу так он меня не фланга нет конечно можно подойти типа выглянуть но представьте что будет если он будет сразу за углом то есть я от него не убегу вокруг этой машины следующий ход то есть самое безопасное это дать деру за full cover словлю овервотч но зато они не словил овервотч он так вообще замечательный все подхожу просто краю опа он зашел внутрь скорее всего фигеть они такие умные сходящий спихать давай сюда пока ты отступил лучше тебя могут снять это чтобы если он подниматься начнет прижался к стене дома ну окей он в любом случае же будет за мной бежать я вот сюда ханкер тут овервотчу послышу понятно сам либо в доме либо справа оббегает дом так тебе точно сюда не видишь не видишь дэм значит он а может спрыгнуть здесь сюда опасно нет на крыше пока ты в безопасности вася сиди в ханкер и смотри где он не гадай а даже так но не факт что это не прямо под даме под ними стоит он может он может то ли подо мной то ли кажется подо мной все таки прямо под под этим так а если я спрыгну его фланг гонешься высокой доли вероятность давай оп вижу уже где как так показывал же что за хрень я вот не понял сейчас как как ты не видишь что это как как это просто такое такое убожество посмотрите как верхний товарищ не видит этого упыря под полу укрытием как да как как может лестнице мешает может быть нет это беда потому что он то я думаю нормально по мне постреляет если захочет ой 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 надо валить вопрос только куда наверно внутрь сюда он мне обойдет и нигде отстану на овервоч в общем верхнему нафиг надо давай выходи он же меня не видит правильно твою мать я тебя просто и ах как я тебя что это за дебилизм что это за дебилизм что это такое как ты меня снизу видишь я тебя не вижу ты блин еще сучонок по мне попадаешь сверху вниз под полу кавером блин с критом ааа причем он не бафнутый козлина он он у него крит 5 5 ну максимум 10 процентов скорее всего 5 процентов этот упырь блин он попадает 75 минус 20 минус 10 ну ладно сорок там 5 до 45 попадает окей но какого хрена во-первых ты видишь меня я тебе не вижу а во-вторых ты еще критуешь и это последний еще сиктоит последний и он не убил ай как я как я как 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 там не лейминг сдох только что протыкал как ладно там звук показывал что что он вообще не в этой стороне ну допустим допустим это какая-то какое-то недоразумение допустим допустим я упал поставишь и бог хорошо но у меня же еще блин два человека которые способны это направление с которого он сидит перекрыть перекрыли отлично перекрыли просто великолепно миша я тебе говорит что в ханкер писал что он тебя видит откуда ты знаешь что мне видит и 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 это и и как все же видели откуда звук был вообще отсюда потом подо мной у тебя была похожая ситуация снайпера видели он не видел да как витя это не ответ на вопрос как снимаешь осторожны я уже там вообще забираюсь на крышу к черту всем все равно я обо всем позабочусь всех убил по красоте с этими с гренками распределки лс и один у папа папандос молчу-молчу overwatch пацаны там самый правый попал еще кто-то сейчас может а я бы на твоем месте конечно ливнул бы тот же а ты кто томас так самый правый это кто дженсен скорее всего да и томас дженсен под вопросом не совсем было понятно с какой страны ой и мед соберу вот это понт даже мед собрал но как почему звук говорил одно почему этот хрен меня видел а я его не видел с разных точек причем я до сих пор не пойму не понимаю это бак какой-то недоработка надо ата-та сделать разрабом ну хотя в лунгворе скорее все такие темы как раз поправили сохранить горит скайлайн а представляете реально вот одной от одной такой ошибки слушать а звук-то сверху оказалось да не не может быть такого добрый добрый он говоришь и десяток горит добавили но и шибли за тема на форуме создать надо так ладно тут подходим аккуратненько до большого контейнера камеры по весам чем можно было сейчас подвести этого краешку на случай если используется но они внутри как видите а мёд-то мёд-то не там видимо слишком резкий типа угол был у моих виднелась макушка это просто фул реализм игра полное погружение справа справа здесь там там два пока я попробую тогда через эту дверь с пулиц этими подойду поближе к центру чтобы они на следующий ход могли там с гренками или с выходами действовать открываем можно уже увидеть а вот и первый пак так ну я во первых здесь ханкер здесь чуть-чуть подстроюсь чуть-чуть чтобы было больше ходов под фланг не забываем что есть еще третий пак из трех человек и спрыгивать не хочется этот внутри который бафает ох ты ж ёжик этот подходит вроде стреляет ооо вот это плохо сейчас второй выстрел и второй пак я думаю надо кайтить пацаном вот сюда вот уходить частности теми дальними пока не спрыгивать пока не определяться те кто бафает тут опять фанкер а тут скорее всего немножко правее надо брать чтобы как я могу спрыгнуть этот нормальных укрытий нет про на полиции еще слишком рано полиции ну один вот здесь вот видите баф и есть еще троицы которые непонятно как себя поведет потом с богом шесть человек у нас сейчас шесть человек да он бафает справа один внутри кажись ой как тут двое так а ты ничего не видишь да да посмотрим здесь был один кстати он мог ну один бафер здесь слышите а оба коннекты идут или здесь здесь стоят три человека вообще я предлагаю навесом гранатку сюда сразу запулять там скорее всего трое надо подойти на эту клеточку еще так он кажется кинет точнее да вот так вот кажется троих заденет и самое главное он не выходит сам под этот до троих отлично кому нужна экспо куину кажется нужно экспо да нет квину не нужно прошлый раз уже это разобрались вот дженсен например раз также навесом блин дженсен уже было ведь ну сейчас точно есть повышение он получает здесь я бы продолжил тактическое отступление причем таким образом чтобы меня могут здесь обоить а может на крышу тоже к черту все пойду на крышу за мной пойдут не лучше как-то как как-то кайтануть как ты кайтанешь ты не знаешь где внутри товарищи раз-два-три-четыре а вот пятый может быть как здесь так здесь так и обходить сюда поэтому ты там короче на крышу бежишь тоже потому что непонятно где остальные три человека еще один понятно баффал а вот двое других не ясно где так нужны kills и к вину и moral все-таки справа да 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 пошел баф дальний того кто внутри это очень хорошо потому что я могу к этому подойти укрытием так moral у нас ничего не убивал фланга нет этому не надо сейчас выпендриваться просто подходим к нему на следующий ход будем убивать тут три овервочи на случай с крыши кто-нибудь полезет может удастся но их не двое трое осталось же с фланга moral заходит он как раз бафает этого но почему-то крита нет два хита вот ты василий куину можно к вину нужно а этот с фланга почему-то вот что за бред вообще то есть ты не с фланга ты с фланга хотя этот с большим углом мог queen стреляет queen получает 2 киллса остался последний вообще нужно было здесь хотя бы полу укрытие сесть что за не может выйти сейчас откуда звук слева что это было выходят не 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 нету хорошо так должен moral дым стрелять значит ты сначала с пистолем подождите а сейчас фланга этот обошел типа сейчас нормально с фланга все так стреляем по нему снимаем двоечку давить и дальше снимаем с этого пулеметиком 98 убиваем гарантированно все все по киллсу готово вы молодцы штурмовик спасибо так ладно сейчас стандартная процедура сразу на вторую миссию в общем хэрик 71 без морали снайпер давай 80 86 саппорт 77 и штурмовик 61 отлично просто отлично приступай приступай приказываю тебе так пар есть отлично и смотрим полина воробьева 35 55 57 70 60 70 50 80 этого мы возьмем с собой вместо штурмовика поехали дальше вторая миссия командир экскон просьба прибыть в центр управления командиру центр управления мы получились три межа два ученых или 170 все чушь три межа только дай штурмовика убираем медкомплект делаем привычные движения уже берем перспективного лейминга 50 80 надежда на то что это с ким снайпером станет обязателен ему kills хэрик саппорт снайпер kills и снайперу нашему и все да ребят хороший реально что 86 71 но хэрик 77 саппорт и 80 . без звания еще следующие классные теле от карт конечно много зависит надеюсь будет что-то знакомое что это нашей помощи это срочно я не помню как на меня играть то есть я помню что типа нужно обходить скорее всего ждем приказаний вас понял рейнджер штурм один может приступать к операции ну я бочком и вот к этому автобусу зеленому люблю их ясно 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 я с внимания сканди сканди сиктоиды 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 кем здесь full укрытие там конечно дальше есть проблемы с кабиной и есть проблемы и джи хэвика я поставлю на угол и им же скорее всего буду агрить первые по ким там что то есть там будет сразу парочка скорее всего так как мне стрелять то остальными они же здесь особо этот может быть снайпер нет наверное все таки стоит кого-то с фланга отправлять пример лемминга что тут нет укрытий достаточным количеством пока так то есть право штурм одно место если что он сюда отступает слева только одно место для хэвика снайпер кое-как там угол простреливает кое-как но по сути мне вот сюда бы добраться так овервотч можем спулить уже сейчас у меня почему-то озвучки озвучка не работает энди поддержал интересно что полечал настолько чтобы прочитать донат похоже что нет что так сломалась хотя может после следующего ладно не надо пулем нет пулем или нет или штурмашом лучше нет пулить надо хэвиком хорошо хоть один пак ох этот сразу же но его фланганусь можно и того фланганусь можно и удачно зашел а если ты его не убьешь гранатой добьешь у тебя не работает снайпер и этот какого хрена ладно а если овервотч если ханкер овервотч если не фланговать его сейчас если отступить и сделать ханкер или лучше ханкер надежней ханкер ханкер здесь овер здесь ханкер посмотрим меня пугает ну я мог зайти и не убить его просто и вот это было бы очень обидно там двое ближних этот подходит ближе может на овервотч получится не получалось о этот подошел смотрите он уже на овервотчем скотина но я могу снайпером пострелять лучше наверное снять гренкой а тут что так не хочется рокет на этих тратить вы бы знали но следующий ход уже фатальный обойти не успею высокая вероятность пула следующего паком то есть по сейфовому нужно тратить рокет и надеяться что этом кого-то еще задену просто а с этим что с этим хреново дым овервотч снайпера и подводить 2 ну да снайпером которого никто не видит ханкер конечно же так логика была такая что не факт что снайпер пока этот товарищ пробегает сюда попал бы к нему вижу то есть расстояние тут такое ну хотя мог бы а если бы он добежал каким-то макаром то тогда был бы выстрел по снайперу и тогда бы сказали пацаны ой зря ты поставил овервотч видишь не попала так бы из-за ханкера он бы не попал по тебе вот так вот как-то короче тут при любых сомнениях лучше сыграть сейфове поехали ракеты граната влевого и стреляет граната у снайпер уже есть он такими действительно если докинет то все будет ок закинет конечно же действительно правильный ход это забыл что у снайпера такая штука есть но мне бы kills а хотя этот лемминг и может тоже нужен kills не этот саппорт которому kills не нужен может лемминга качнем он отсюда увидит его и не увидит никак я попробую но это маловероятно ну тогда только саппортом это 83 видите неверняк хорошо ракет нет сейчас взрыв и можно сюда уже потихоньку подходить более того здесь же есть место да 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 здесь внутри есть неплохое местечко то есть можно и вот так вот выйти вот так вот и изнутри она пробивается конечно но думаю что стоит таково только выманивать наверно до этого молодого вала дайте берсу говорит ты хорошо стримишь на все равно спать хочу лично килл мне оставил на эллинов не стыда не совести сейчас проверим для начала вот здесь вот о подождите а там звук нельзя здесь проверять он нельзя проверяться надо этого проводить хотя бы на пол хода вот как то так какая беда я не хочу чтобы они спулились на этих троих что чтобы они спалились на левого лемминга если это получится тогда ему вот к этому пикапочку наверно надо идти просто заходим там открытое пространство я не смогу гранатами решить вопрос и мне нужно сделать так чтобы ну хотя здесь вряд ли его их войду блин страшно как а ладно поехали готовность номер один коры кащунду привезти трех хоть гренка есть очень неправильно с действует опа пак из трех человек есть overwatch один джон стреляет вам сразу минус один ну и чего и где я возвращаюсь на исходный есть ханкер есть over внимание здесь наверно тоже снайпером подвести подойти нужно но я тоже ханкер сделаю чем зря ханкер далеко вел сейчас могут поштурмашу по поработать они щит прям выдают по штурмаша и будут видеть его хотя нет хорошо сейчас мы вчетвером практически будем по нему стрелять давить а ты не видишь семён семёныч снайпер видит тут есть гренка в конце концов если снайпер попадет но не попадет я пока сюда может увижу отсюда болен видел вот отсюда отсюда только дым скорее всего кинул ладно хэвик тоже подходит точно точно сейчас будем его пытаться убивать первым стреляет снайпер без крита потому что нам нужно гренкой добить дальше стреляет хэвик да нет хэвик не стреляет хэвик уже не видит как так не знаю ну и в результате получается хрень при которой я должен типа дымом спасать снайпера хэвиком должен вообще валить отсюда чтобы он меня не фланга ну а здесь наверное сидеть вообще в ханкере хотел месяц обойдется на стрессе красной машины опа так интересно заливает и вот любопытно как этот будет действовать будет пытаться простреливать подойдет влево за укрытие будет пытаться простреливать или подали по дальним как-то странным короче я чего зависла то можно сейчас гренку в дальнего я могу спулить так-то не до не достану я могу просто нет не достану но нужно здесь действовать ливингом он не спулить лишнего не спунил отлично закидываем раз снайпер в виде двоих меткость по дальнему 46 кажется здесь был вижу до 57 37 а я отсюда может быть кстати увижу левом да я не вижу из-за того что кабина я вот отсюда видел а дальше не видел ох тороплюсь я думаю надо пытаться подстрелить дальнего что он 46 и что и 37 да давай 46 пойдем мне 57 лучше сейчас уже 57 лучшим сейчас будет убивать левинга перспективного он за полу укрытием хотя он может по дыму стрелять вдруг кого-то попрет нет он стреляет правильно видите гренка не убрала укрытием хэрик идет на помощь чтобы гранаты если что решить вопрос вообще пробую снова снайпером добить потому что ежикилсы нужны 46 процентов конце концов хорошо убивает двоих улеминг ценный поэтому думаю надо его лечить это был второй пак из трех человек еще два пака по двоям кажется справа тут есть один trouble с укрытиями то есть надо в центр лезть либо к центру поближе все полу укрытием они его full cover есть немножко направо через красную машину вот к этому горящему уже грузовику а вот они двое 2 overwatch я вижу морелл и джонс хэрик попадает разок а снайпер там нет не видит видит давай убивай у вас у тебя точность 80 сейчас 77 процентов на overwatch ну все это их машина теперь так на я гренкой одного убиваю снайпер первым стреляет да давай жесть так давай лиммингом проверим если там пак или нет хорошо тогда хэвик граната и два выстрела одного убиваем точно гренкой второму будем стрелять я за полу укрытием я рискую но он может на панике сейчас уйти обойти может вряд ли обойдет сейчас вопрос overwatch или это раненый потому что или стрелять наверное overwatch нужно чтобы он с фланга не зашел пусть лучше стреляет надо хотя бы тогда разок стрельнет лиммингом а то и вру watch хорош все это kills который нужен ему был нет это джонс нужен kills саппорт и стрелял сейчас будет еще один пак ориентировочно двое ходим раз обязательно нужно джонсом убить кого-то перезарядиться перед полом слева учитывая то что здесь отличное укрытие я пожалуй перезарядка не массово идет делимся скорее всего один плюс три трое пойдут в обход вместе с лиммингом и снайпера туда же еще а новый убил на overwatch 1 понял да спасибо опа они сами добежали есть один overwatch только два overwatch давайте ребят пофиг кто все мажут и позиция конечно будет хреновая так ладно не нормальная позиция чем обходим так раз здесь ханкер будет этими двумя точно сюда вопрос только как скоро мы выйдем скорее всего даже вот так пробегу чтобы побыстрее так и снайпера тоже kills и нужны поэтому я его тоже обвожу и в ханкере сидим сейчас мы классическая схема один накачивает другого второй либо подходит поближе к цели который не может попасть либо стрелять пытается подходит обходят того я уже вижу как можно фланговать но лучше не политься до подхода снайпа снайпер должен бежать быстро 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 видим где он сидит снова ханкер сделать он ничего не может смешает столбик видеть как может быть имеет смысл даже подойти к нему не надо дождаться еще overwatch от него чтобы выстрел в конце концов здесь я не вижу никого как бы они уже сейчас не стояли на уверя никто никого не не за короче ханкер опасно пока нет вижу на пока оба стоят и ждут меня а это вообще слива обходит а как так быстро а почему не виду я бы попробовал его убить но не знаю где второй поэтому я просто на рыбке пытаюсь свалить оттуда ох ты ж господи а такие они хитрые смотрим где 2 здесь его нет подходим 6 тут ханкер везде ханкер ребят есть пошел пошла заливка где ох тут тоже смотрите где какие они мозговитые и а там а а Продолжение следует... Да, опять накачивает вот этого. А этот бежит. Мы его видим. Тот, кто бафает, он стоит... Всю карту сейчас я бегу, а? Всю карту реально, чтобы его попытаться убить. А этот на овере стоит. Два сектоида, два несчастных сектоида. Кто-то опять заливает, этот подбегает. Ну все. Времени осталось совсем немного. Подхожу уже под возможные выстрелы. Выстрелы. Вижу, что не достаю, пытаюсь оббежать. Так, чтобы достать. Так, здесь не спалился хорошо. А он в следующий ход меня уже обходит. И он сейчас на овере стоит. Блин. Ну, типа надо бежать. У меня, типа, исклоном. А что, снайпер? Снайпер его на овервотч может снять, конечно. Нет, не может. Снайпер вообще тут ни о чем. Блин. Что, бежать надо? Что, шесть клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он... О, меня не флангует, кстати. То есть я могу зайти вот сюда, вот, например. И сделать ханкер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он будет здесь, он меня не увидит. Какая грязь. Как обошел? Да как? Сектоид же ходит на двенадцать клеток. Шесть ходов, плюс шесть ходов. Видимо, с той клетки уже был фланг. Сектоид же ходит на двенадцать клеток. Сектоид же ходит на двенадцать клеток. Сектоид же ходит на двенадцать клетки. С слышишь что-то? я не вижу где они ищут капец сыграл я только на вероочек и ждем все увидим еще опять на эти 1 оставляем даем и обходим я в шоке надо было конечно той ситуации бежать бла 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 это все понятно тут полу укрытие еще плюс я не знаю где они не могли уже влево сдвинуться без бафа и у них скорее всего и ручь даже еще увидим идет по 2 под бафом и уже видят ёшки матрешки хэвик нихрена не умеет этот вряд ли попадет это тоже фактически не играет саппорта жалко но если этот будет нормальным то ну снайпером или тяжем то я смирюсь пошла опять передачу энергии что-то будет делать подходит ой как он подходит интересно как будто вот услышала первых 77 с критом хорошо зайдет и надо стрелять ну полу укрытие крит есть хорошо здесь точно овервотч тут скорее вот такой с полу укрытие овервотч последний сектор это остался выходит овервотч хэвика и овервотч этого и сейчас будет стрельба надеюсь ой нет ой хорошо излом этого мы обходим хэвиком убиваем но нужно конечно сначала попробовать снайпером мочкануть 50 на 50 конечно но бывает и так на самом деле я хэвиком могу и не убить его а если я не убью его то укрытие нормального хотя полу укрытия есть да вот отсюда лучше 70 меткость попаду убью хорошо задание выполнено фух миссия завершена что такое сколько время уже начал 1 до скоро закончим смотрим что у нас саппорт 5080 не дали мне снайперы не дали мне хэвиком далее две медали мастерскую тренджа командир а в казарме у меня три бойца неделю ждем надо выбирать нового леминга для миссии мы скорее всего 5770 возьмем сейчас нет 5970 вот он я последний миссия же там дарел к стандартным я думаю через 15 минут все уже будет хорошо тяж есть найпер есть штурмовик есть и окей 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 до сих пор не понимаю чего забивают поехали дальше кораблик конечно спутник поехали почему как будто услышал бегать что меньше секторами глухие но иногда не слышат иногда нет я не знаю как так получается через 15 минут новый трай нет но сейчас же просто тарелочка тарелочка это же просто когда у тебя есть хэвик и снайпер побольше киллсов снайперу один килл с этому лемингу и будем работать слайм рейнджер берем 5970 штурму даем оставляем дробашь у него точность вообще никакая а может еще одно в лимминград штурмовик вообще никакой дом чем да нет дайчи хасигава вот этим двум беленьким оранжевеньким мы должны дать по киллсу все остальное должен забрать снайпер да поехали без аптечки нужно второго снайпера не нужно второго тяга полезной японии так что у нас здесь тупик это отлично за вами штурм один можете начинать атаку корабля хорошо лемминги пойдут на разведку на то они и лемминги хэвик не будет сильно отставать ой где не ясно укрытие правда нормальных я чуть не наблюдаю только назад если возвращаться пока двигаемся в нейтральном направлении учитывая то что пока не услышали с какой странный пак прям по курсу пока шепшем тут фуловые укрытие хорошие есть туда он и пойдет и никого опять снайпер там не может на овервоте сзади за что не пистолет да 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 сектор бегает надо влево сдавать там хотя бы камни и похоже что враги не торопимся двигаемся аккуратным слышим сектоидов я пошел вижу интересную штуковину заметил мед они вот здесь обшумели ну может быть за этой горой а слева все-таки кажется мы здесь не одни понятно это раз это два это пока 3 пока сюда 4 вот сюда надо забраться но скорее всего как только я заберусь и получится вижу и сразу начнется экшен можно вообще наверх вот сюда забраться там хорошее местечком это не в этот ход ладно поехали нельзя сейчас так делать я сейчас агрессивно очень выступаю но ничего не произошло страшно там угнал там кто-то есть вот но этого можно провоцировать на обход то есть вот так вот ханкер здесь точно надо сваливать леммингом может у него укрытие такое фиговое а сюда хотя можно и сюда наверно здесь у верующим у трех пацанов они должны как раз снять с того кто будет выходить на этого него не выходит и по нему просто стреляют когда-то ему это надоест правильным давай подходи слушайте мне не нравится видимо это кто ох ты ж ёжик в кого класс просто класс опасным снайпер тоже видит там 40 процентов меткость это плохо как-то они дерзко очень начнем сидим боимся полу укрытие тоже выходит из укрытия стреляет туда тут как попадешь так смотрим ты не видишь ты видишь этого но там здесь хорошо 66 неплохая меткость а если нет 68 вообще с фланга тут обходится и убивается так давай может убьем с фланга его лучше лучше отсюда видимо класс где гранат тратить не хочется рокет по нему не зайдет я гринку могу закинуть в него хэвиком то есть я сначала пробую снайпером его снять 66 процентов здесь бы уйти еще за полукрытием ай там как ты увидел хэвик ты не видит как ты видишь капец что за халява дешевая реально что это такое вообще хэвик стоит человека не видит а тут пробегая рядом по клетке ловит овервотч ну не берем что он попадает еще при этом как бы это ладно скотина блин на двух сектоидах ранение ребята это никуда не годится хорошо еще лембинг я могу их тяжем отступать без задней мысли вообще опа это второй пак скорее всего хотя это тоже мог обходить похоже этот тот самый так ну я лембингом разведка тогда делаю дальше но он не мог так далеко идти а мог пожалуйста стреляет лембинг надеюсь а снайпер после этого подключиться и добьет его хотя снайпер стоит точки кажется до угла не достреливал может что-то поменится не будешь стрелять а ходов нет фух так будем лембинга выкачивать будем поехали ты издеваешься ты издеваешься как ты его не видишь то что это вот вот как это да я понимаю что грен ну как бы как вообще так я его как бы и снайпером вижу там и остальными вижу из-за каких-то плотных камней но вот когда вот так вот выходишь оказывается не видно запомнит момент говорит витя третий раз уже за игру такое но они в разных ситуациях на самом деле тот то там то тут все слишком сложно даже такой продвинутый молодой как слышу второй пак отходим лембингом и видим еще тарелку разбитую я гадали со высоты с полукрытием до сектоиды слева от тарелки согласен главный ближе не подходить там уже будет этот аутсайдер есть ракета в общем-то скресси надо больше занять высоту этом там хорошее укрытие вижен прекрасным так справа что ли уже они в тарелке бегают они бегают в тарелке против этого придумать то особо что-то сложным только подождать три хода когда не нарежет кружочек и выйдут ну раз показывала слева потом по центру значит они вот вот здесь вот так нарезают смотрим снайперу надо винтовку дать справа опять да круги круги это круги нарезают то есть рано или поздно они окажутся вот в этом дверном проеме который я увижу нифига себе ведь этом завернул в комментариях черт их не это самое они идут че лемминга будем посылать час вот они что мораль и томас снайпер давай долго целиться не попадет попал любопытно у хэвик видит снайпер видит я думаю надо снайпером мочить просто первую очередь что это процент в конце концов правда он под полу укрытием сам по себе убивает хорошо и тут 3 овервотчем чтобы он не вышел случайный снайпер не бабах на мне об овервотч 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 2 мимо еще один овервотч он там от лемминга он хорош попал сейчас главное чтобы он снайпера не убил он вроде издалека бежал мне не должны быть исходов успокойся снайпер 66 гренка может кинуть чтобы да не не надо гренка может на уцайдера понадобится не но уцайдера но и так хорошо снайпер настрелял то прилично перезаряжаемся готовимся ой перепутал бинт ну смысле как вот кей да уже все уже последний монстр остался все цены я с вами прощаюсь увидимся с вами завтра в 18 00 до трансляции меняемся к лучшему по сайту приходите будет интересно а вот и аутсайдер ну что у нас есть возможность попробовать снайпом его я думаю нужно гренку скинуть для начала просто вот так вот если это даст vision снайпером прострелить если не даст то ракеткой добить долой vision 76 процентов ну давай все в себя вкладываем сейчас посмотрим дадут ли нам левелап снайперу хотя он не так много до убивал но тем не менее дают саппорта мне нового с точностью 74 а этот новенький он восемь киллсов у снайпа классный много наград 50 илериума короче приходите завтра 18 00 будет стрим по сайту много новостей после его скорее всего что-то будет коротенькое может быть гуф ним быстро икс ком может быть скорее всего гуф ним быстро икс ком может быть конечно фа фа но это маловероятно сегодня конечно день был мы много нового узнали с вами поняли какие коварны все-таки крыши сектоиды что они прислушиваются что они действуют координированно и искусственный интеллект конечно тут любопытный весьма все спасибо за внимание прошу прощения что сегодня был несколько более унылым чем в две прошлые трансляции может быть это реально усталость от войны как одна из галочек такая что я устал умирать надо набраться сил пока